Олеся поднимайтесь, поднимайтесь там где-то. Вот где Аня стоит, там будет презентация. Нужно осколки себе принести, организуйте или встаньте аккуратно. Когда всем надоест, мы можем перейти. Еще раз? Мы можем еще? Ну вот. Все, здесь. Я тоже так съела. Прости, мы будем паштин. Нет, она с двух и не очень большой. Ой, красиво. В виде их важные паштинцы. Да, спасибо. Видишь, все? Потупилая паштинца. Да. Это еще что ли? Это белое вино. Это кто-то белое вино просил. А че это за белое вино? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А у нас что-то есть. Это как дабы. Это очень хорошо. А что? Сирославль. А мы туда уйдем? Ну, посмотрим. Если надоест тут, то нарезка. А если продолжишь? Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так. Вот есть одна табуретка. Давайте туда ее. Можно поставить? Оля, хочешь убрать ее туда? А? 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 Давайте, давайте, найдем себе хорошее место. Можно вот туда на диван пролезть наверх. В левом. На лестанье туда за девушек? Давайте, добры пожаловать. Вот когда нельзя, тогда собаку. Обстучу. Я бы его встал. А почему? А почему? Она вышла. Она вышла. Она вышла. Она там уже справа. Оля, мы даже будем перемещаться и не будем. Мы там где-то и как-то посмотрим. Да, да, да. Сейчас на все тоже невозможно. Да, да. У нас типа... Сейчас я возьму вот здесь. И будет вот сегодня. Снова везде. У нас все круче. Даже не дайную часть. Как раз мы будем. Как раз мы с вами трениться. Ну, касалось. Тогда все снимают. Все стоять. Поэтому и какие-либо это не важно? То есть, что я не их слышу. Я не видела. Что-то немножко не стихует. Я не вижу. Я вижу. Как было здесь, что я говорю. Все еще нам почитаны. Тручку вытереть. 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 Тручку вытереть. Нет уважной злости? Нет. Хочется. А до этого? А до этого? Нет. Там как на всё время. И после того как. Нужен апкасный толстый. Да. Красивый. Красивый. Ну конечно. Вы поймёте? Ну вы так переведёте? Я думаю, что он ещё чудоварен. Итабу. 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 Добрый вечер, дорогие друзья и коллеги. Добро пожаловать всем на наш нетворкинг. В Абхазии, стране души. В этой замечательной беседке. Проходите, дорогие. Вот можно туда пролезть и прямо наверх сесть. Здесь ещё место есть. Прямо можно сесть на вот эту штучку наверх, на подоконнике, если у меня будет. Ну да. Проходите? Да, или туда, или туда ещё можно. Ну хорошо. В этой беседке происходило очень много откровенных разговоров, как уже можно представить. Близких знакомств. Начинались новые проекты. Поэтому мне очень понравилось, что мы именно здесь вот так спонтанно собрались. Я пришла и уже многие тут сидят, приятно проводят время. И в Абхазии это очень принято. Вот так по вечерам собираться у кого-то. На самом деле каждый вечер почти каждый к кому-то едет, сидит, общается, знакомится. И вот так начинаются связи, начинается вот эта вот душевная теплота между людьми. И я сегодня приглашаю вас поделиться друг с другом, рассказать о себе. Поделиться, что вы можете, как вы можете помочь, что бы вы хотели представить. Или просто рассказать о себе, о своей жизни немножко, чтобы мы с вами познакомились. И Ричард, и мы друг с другом познакомились, и начались вот эти вот еще больше связей, чем уже за эти дни. Ричард также предложил, чтобы вы, если хотите, пожелания можно озвучить, на какой сейчас части вашего путешествия героя вы находитесь, где вы в вашем приключении. Или вы уже, например, приносите в мир свой дар, или может быть у вас препятствие, или вы пока ищите чем заняться, ищите свой зов. Или, может быть, на данный момент вы находитесь на этапе выбора пути. То есть у вас то и другое. Вот можно коротко об этом рассказать. Ну и у нас так будет примерно 1-2 минуты на каждого человека. Ну, можно чуть больше, потому что тут неформально. И тогда следующий, следующий. По-абхазски, да. Вот, и чтобы начать, ну вы за Бога уже подняли, да? За что еще подняли? Ну все. Тогда второй, да, какой? Давай. Второй за что мы будем? За знакомство? Да. Давайте. За знакомство и за мир тогда, с этого тоста мы начнем, если кто хочет. Мы рядом сочетом. Если что, да? Да несут. Сережа рядом живет, да не? И несет. Аксана, ты? Давай я тебе чуть-чуть ухудку. Нет, спасибо. Я бы хотела что-то поднимать в воду, наверно, но бокалы не или стакан хорошо друзья тогда всем добро пожаловать давайте потихонечку начнем знакомство я приглашаю нашу любимую дорогую подругу илону волба нашему коллегу замечательного человека которая для нас является порталом культурно-интеллектуальный мир абхазии приглашаю лона начать этот networking познакомь нас с собой кто ты что ты хочешь чтобы мы о тебе знали меня зовут илона голуба я вас родилась и выросла в абхазии и надеюсь свою жизнь прожить на своей была страна земле родом я из хореографии я танцевала профессионально занималась танцами сначала это классические танцы потом это национальные национальные танцы народов кавказа в последние пять лет в своей танцевальной карьере я работала в возрастном ансамбле затем я поступила в университет выучилась на психолог и педагога ну и дальше много училась и по сей день учусь с 2018 года я вот с оксаной с ричардом в каждой программе буквально у меня там один наверно был пропуск связано с рождением сына и до вот через четыре месяца я уже обучалась вместе с ним здесь на млп и путешествие героя очень люблю все то чем занимаюсь и с большой любовью и страстью заниматься всем тем что у меня есть в жизни я мама троих детей несколько лет назад я начала стрелять из лука из традиционного лука деревянного из полочки без прицела и для меня эта часть стала такой большой частью моей жизни тоже и в этом я вижу конечно очень много практики медитации если я хочу настроиться я стреляю из лука если хочу расслабиться я могу стрелять из лука и все что я хочу в общем то я в этой практике тоже получаю и мне мои знания психологии помогают работать с людьми с детьми потому что каждый человек который приходит я уже чувствую какой-то тип нервной системы как надо объяснить это сильно развивает меня профессионала на и в консультациях мне это сильно помогает и часто я приглашаю людей попробовать это как практику просто дарю как не тренировку чтобы человек попробовал как правило это очень приятно и у человека получается и . формирует и тех кто желает здесь вот я тоже приглашаю попробовать могу обучить национальным танцам могу научить вставлять из лука и кое-что из коучинга и психология тоже могу люблю людей люблю общаться знакомиться для меня это вообще как воздух потому что каждый день всегда связано с общением хоть хотя бы 35 человек ребят раз кофе выпью хотя бы к вечеру к нам приезжают и луночка будешь кофе я уже не могу можно чем-нибудь покрепче да рада всех видеть и очень благодарю за это спасибо за внимание ты можешь пригласить людей участвовать своем править проект или попросить поддержку в чем-то сказав что сейчас я вот ищу такую информацию или такое но это можно и позже тоже имейте буду то есть это именно мы вообще я в идеале что хочу настроить в чате что это чат он же остается потом и мы уже знаем о вот я знаю например женя классный остеопат вот я уже знаю что если кому-то например в крыму нужна остеопат или она здесь в абхазии я уже думаю все я буду ее рекомендовать вот такие коннекты мы с вами налаживаем и в каждом регионе у нас будет человек да на дальнем востоке у нас есть коннект мы же все сразу регионов и катеринбург то есть все мы связаны москва учите айчинс краснояр и вот смотрите как круто спасибо большого классная презентация спасибо я наверно что могу добавить единственное если вы еще когда вы приедете в сухом или в абхазию и вам нужна будет какая-то помощь начиная там от того куда поехать что красивое посмотреть или какое-то культурное мероприятие с удовольствием подскажу ну вот то что знаю как и бейсик так живу с удовольствием с радостью чтобы вы забрали с собой самые лучшие на воспоминания и хотелось бы еще приезжать да это я хотел как раз у нас алаверды наше застолье идет и поэтому кто говорил тот передает слово кому я хочу передать я на самом деле подвисла потому что одной из моих мечт конечно нельзя говорить но тем не менее всегда была стрельба из луков и мой сын знает что вообще об этом говорила но как-то так в жизни и складывалась и тут Илона говорит что у меня есть вообще интеграция я занимаюсь обучением и я завтра на самом деле собираюсь уже колонии поэтому если вдруг кто-то хочет с нами поехать пострелять это можно сделать да в общем я завтра отвечаю за организацию тогда сережей этого мероприятия с Сергеем уже пошли короче я думаю что это вообще удивительное совпадение на самом деле всегда которые происходят вот в таких волшебных местах благодаря людям которые каким-то магическим образом собираются вот что-то всегда складывается поэтому Оксана Слава вообще все кто-то сделал спасибо вам большое я уже в предупреждении про себя чтобы сказать такое вообще я когда была маленьким ребенком я не выговаривала буквоер и моя покойная бабушка сделала вообще все возможное Царствие Небесное чтобы девочка начала этот буквоер выговаривать и собственно говоря ничего не получилось меня отправили подрезать уздечки и хирурги сказали ну так бывает и в 12 лет я приняла решение что раз такая ситуация я уже во Францию там как раз это очень актуально но меня родители естественно не выпустили потому что какая Франция в 12 лет и вообще что это за идея и как человек в общем который думает как же поступать дальше я подумала что ну тогда раз вы все так я больше не буду говорить слова с этой противной буквой и на этом моя школьная жизнь вообще коммуникативная жизнь очень сильно изменилась потому что все стихи которые я рассказывала они были очень своеобразные поскольку мне нужно было заменять синонимами все что с буквой коммуникация тоже очень сильно изменилась и фактически в 19 лет моя жизнь была вот такой и когда приходил новый преподаватель в класс говорил как твоя фамилия я могла сказать в начале списка меня фамилия барановская собственно говоря считали что я очень строптивый подросток не очень такой разбитанный плохо себя веду и это повлияло на мою школьную жизнь одновременно с этим всем это повлияло и на мой профессиональный путь потому что я знаю как сложно говорить людям у которых есть трудности возможно дефекты какие-то поэтому сейчас я преподаватель в личных выступлений и коммуникации оуч психолог собственно говоря занимаюсь решением вот этих вопросов но и не только конечно всеми теми вопросами позволяют человеку наверное показать что все возможно все потому что я на своем опыте в общем то в этом отчасти убедилась поэтому ко мне нужно обращаться и за консалтингом психологической и психологическим и за обучением публичным выступлением онлайн и оффлайн и сама презентациями если есть желание за подготовкой к форуму конференции выступлению в общем все к всему что связано с языком в последнее время если честно я себя называю больше филологом потому что все что все что есть она уже как-то не вписывается в то чем я занимаюсь потому что много-много всего в том числе и благодаря оксане и ричарду я последнее время говорю что я филолог это человек древнегреческого который просто любит слово и это правда так поэтому я очень люблю слово и с удовольствием делюсь этим с другими людьми а еще здесь есть открыли группу тишинский ход придумала я сразу же поддержала при этом суде после тренинга фокусов языка мы сделали группу тишинский ход куда она предложила выкладывать разные цитаты если вам интересно я вам скилл вы можете туда тоже вступить потому что для всех кто в нашей теме любит можно вдохновляться просто цитаты а те кто владеет фокусами языка в какой-то степени можно еще удивляться как в литературе это давно все есть на самом деле и как мы это все сейчас просто используем разбираем моделируем это очень классно сейчас нет они здесь никитка заболела никитка заболел алёна тоже наш помощник и они придумали вместе с кэд карты по фокусам языка сделать метафорические карты с фокусами языка и алена будет давать наверное в пианике мастер-класс давать по фокусам языка она очень хорошо знает эту тему преподает ее в два у нас тренировки только что пусть у тренинг один целом в целом в области еще с несколькими тренерами любили вот илона тоже должна была этим заниматься поэтому у нас как тоже еще и в этой области да я только хотела сказать что это место где рождается много проектов вообще оксана это тот человек который поддерживает казалось бы самую сумасшедшую идею ты подумал думаешь ну ладно с оксаной поделюсь оксану тогда конечно надо делать а я слышу какая классная идея конечно надо сразу думать что я делал маленький нюанс здесь есть мой сын он не хочет сейчас говорить я конечно не буду ему словами передавать но у нас есть читальный клуб поэтому если вдруг кто-то любит читать или хочет заново посмотреть на чтение как на особый навык и возможность понимать жизнь человека то вообще добро пожаловать присоединяйтесь и с удовольствием будем рады вас там видеть ну из путешествия героя какой у меня сейчас момент у меня на самом деле новый профессиональный этап помимо того что с Оксаной и Ричардом совместные какие-то вещи происходят я с одним музыкантом пишу колыбельные сейчас и на самом деле с одной стороны это очень классно с другой стороны очень трудно потому что одно дело когда выходит в мир песня для взрослых людей она сразу в плейлист может попасть и так далее другое дело колыбельное и если вдруг у кого-то какие-то идеи по поводу того как это продвигать может быть знакомств то я буду очень признаться пишешь в плане и вокалов но у меня нет мои тексты они такие прямо для того чтобы успокоить детей а кто был Демьян Шумков это музыкант который в общем как сказать то он победитель в конкурсах типа там голос или чего-то такое вот мы с ним сейчас сотрудничаем эту тему да то есть он пишет музыку и он поет потому что у него очень классный голос он это умеет делать у меня вокал крайне слабый но у меня тексты как мне кажется более-менее подходящие так что если вдруг есть идеи спасибо вот человек продемонстрировала то чему учит учит самопрезентацию и провела самопрезентацию классно на минуту только спасибо здорово друзья я сейчас вас прошу тогда после нетворкинга ну может там не знаю завтра утром утром но не откладывайте далеко обязательно сделайте еще один пост чтобы сообщить о своих ссылках в инстаграмм в телеграмм вот сейчас Кэт назвала 3-4 уже ресурсами и свои там каналы ну что хотите как вас можно найти как с вами можно связаться я могу слово передать я думаю что нас здорово разбавит мужчина очень интересный яркий который мне например очень симпатичен это Сергей спасибо большое меня Сергей зовут еще раз добрый вечер я родился в Омске у меня Сибирь ооо в двенадцатом году переехал в Подмосковье в Москву и в двенадцатом же году пошел учиться к Фрэнку Пьюссерик у меня очень сначала пошел к ученику там по бизнес-тренингу как он так удерживает внимание три часа никто не отрывается где ты учился ну вот Фрэнк Пьюссерик кто это что это пойдет все поехал в Питер и начал учиться просто в восторге от того что оказывается можно снять очки которые ничего не показывают нам в жизни разобраться наконец-то как коммуницировать настроить можно в себе разобраться и в других людях чего они на самом деле хотят эта коммуникация нам сразу же с первого месяца дала просто невероятные результаты и в работе за первый год стал руководителем за два года еще до министерства дошел потом понял что все как бы это наемная работа мне стала не интересна дошел предпринимательство за первый год предпринимательства за восемьдесят сделать первый миллион долларов ну ладно отлично сделал второй еще там год результативно потом думаю нет хватит пора остановиться хватит бежать уже есть время задуматься есть на что пожить и стал больше еще прорабатывать ну параллельно еще конечно учился практика мастера у многих специалистов и вот эти последние два года много прорабатывал себе многому учился много людям помогал тоже прорабатывает страхи и фобии и все что с чем обращались кому-то там с мотивацией и так далее очень много вопросов поэтому все кто хочет обращайтесь я с удовольствием с каждым поработаю за это время пока я здесь вот также еще очень люблю строить если нужны какие-то консультации по стройке это моя фобия она мне любимая она меня реально восстанавливает успокаивает обращайтесь вот вот мне очень хочется поработать именно по семейной потому что есть такие запросы я бы с того что сделал этот проект развивал бы его причем есть и ресурсы для этого есть и очень много запросов по семейной поэтому в этом направлении тоже очень хорошо бы хотел развиваться плюс один и плюс один я должен плюс один плюс четыре да хорошо у тебя уже команда так еще одна команда надо набрать еще я хочу сделать ну сначала наверное одно или несколько а потом уже по всей стране или может еще дальше выйти поселение которое будет единомышленниками где у каждого там три сутки они будут развивать и чтобы это место не хотелось продавать что-то было такое родовое место которое хочется передавать из поколения в поколение да присоединяйтесь соматически давайте пошлем Сергея Патя ну да генеративный подход это мы будем с пятницы начнем уже можно учиться здесь основная задача наверное будет не в том чтобы построить построить это все легко а как создать такую ячейку которая бы не ушла не одно тысячелетие с этой идеей вот тут как раз помощь зала это очень интересно послушать спасибо большое спасибо спасибо сняли между прочим если у вас вдруг уже опустел не опустел бог как сказал бейсик хотите себе подливайте Меня зовут Мария, я родом из Севастополя. Вкратце расскажу о основных направлениях, чем я занимаюсь. Помимо того, что я занимаюсь ассистематией, биодинамикой, об этом уже многие не слышны, с многими уже успела пообщаться, рассказать, что это такое, что это уход, и как это примерно работает. В общем, расскажу немного про остеопатию, с чем я работаю. Я работаю как со взрослыми, так и с детьми. Я решаю абсолютно различные проблемы. Это касается им, начиная от осанки, заканчивая, но даже не заканчивая, допустим, у детей, задержка речевого развития, или, допустим, проблемы с дикцией, тоже эти вопросы решаются, проблемы с остеопатическими методами. То есть вообще вот все, что угодно, все, что можно придумать. Вот какой запрос. Все твои клиенты. Вот какой запрос, вот и решай его не только остеопатическими методами, но и используя психологическую проработку. То есть через тело мы достаем какие-то блоки. Как я работаю? Я плагирую на человека и на уровне ощущений, понимаю, как идут его энергетические потоки, как распределяется ресурс. Ощущаю, где блокировка, что необходимо качнуть, где-то доработать, где-то проработать. Вот таким образом. То есть эта работа моя идет, она в потоке. То есть когда мне говорят, что ты делала, я иногда не могу вспомнить, что я делала. То есть мне подсказывало тело, и вот просто в одну руку, и начинается поток, что нужно. Ну понятно, что от запроса я работаю. Человек приходит с запросом, в одну руку, и начинается раскрутка. И меня прям, меня как будто бы ведут за руку. И мне говорят, сделала вот это, вот это, вот это, вот это. Помимо того, что через остеопатию работаю, работаю еще и с энергиями, с полями. То есть нашим физическим телом все не ограничивается. Существуют еще энергетические поля. И тоже не всегда, но иногда ощущается блок, на энергетическом поле я его ловлю, прорабатываю, растворяю тоже, потому что очень важно это сделать. Как ты не работай с телом, как ты не прорабатывай это через голову, если на энергетическом плане этот весь блок, то он никуда не уйдет, пока ты с ним не прорабаешься. Это что вкратце остеопатии и биодинамики касается. Помимо этого, мое любимое направление – это массаж лица. Я за естественные... Я за естественные способы омоложения, обложения всеми руками и ногами и вообще, в принципе, за такой экологичный подход к здоровью человека. То есть, если есть возможность максимум решить вопрос какими-то естественными методами, я буду это делать. Но в то же время я не отрицаю медицину, какие-то сложные моменты, когда есть, понятно, что это должно быть, сто процентов. Где купите курс онлайн? Сейчас мне Сергей, Сергей со мной поработает, чтобы я даже не могла двигаться. Да, они будут у меня отрицать онлайн. Вот, что касается массажа лица. Я владею более чем 15 техниками в массаже лица. То есть, тоже тут для каждого человека свой подход, да, свой метод работы в зависимости от типажа, типа старения лица. И кроме этого... С бородой без бороды. С бородой без бороды. Решите, душу можно. Кроме этого, еще работа идет не только с лицом, но и с телом обязательно, потому что у нас лицо отдельно, а тело не существует. Вот, это что касается массажа лица. И еще один, моя просто любовь неземная, это тайский масляный массаж. Это моя, такая, еще одна отдушина. Я просто взяла с собой. Я знала, что здесь будет кушетка. В общем, я вхожу тоже в такое медитативное состояние, и в этом массаже я тоже отдыхаю. То есть, это такой расслабляющий массаж, который хорошо воздействует на нервную систему, и он просто вот как обволакивает тебя. И просто, я даже не знаю, как все... Выходят после массажа, и они говорят, я как будто бы, говорит, куда-то отлетел, а потом, говорит, вернулся. То есть, настолько легкие, прям, ну, окруленные после него выходят люди. И этот массаж я тоже очень сильно люблю. Это что касается моего направления, да, основного. Немножко расскажу о себе. Вы, наверное, тоже могли уж заметить, насколько сильно я люблю природу, и насколько сильно я люблю фотографировать и видеть красоту природы. Это просто для меня что-то... Это такой заряд бодрости, энергии, вдохновения. Вот просто, когда я вижу кадр, я просто вся там. Мне надо обязательно его сфотографировать, обязательно поделиться со всеми. И я говорю, вы видите эту красоту! А люди, ну, некоторые, которые не видят этих картинок, они так на меня смотрят. Ну, я пытаюсь передать через свои ощущения эту красоту природы. Вот, вот все, что связано с природой, это мое. Я обожаю учиться новому, пробовать что-то новое. То есть, я вообще за любую движуху, за любой кипиш, вот, просто, вот максимум беру от жизни. Еще хотела сказать по поводу фразы. Я думала, какая фраза все-таки у меня по жизни? Какая фраза? И когда я стояла на крыше, вчера, позавчера, это было, еще была плохая погода, было так красиво, мой коврик расстелен, значит, я позанималась уже. И думаю, кайфуй от каждого момента. Просто в каждом моменте я стараюсь найти вот ту самую кайфушечку, которая вот классно прям, вот просто абсолютно в каждом. Моешь посуду, ты это делаешь с кайфом. Готовишь, ты делаешь это с кайфом. Куда ты идешь, ты делаешь с кайфом. Вот несмотря на эту погоду, которая была, да, все это время, я от каждой погоды просто невероятное ощущение ловила. Это просто что-то очень. Вот. Ну, собственно, наверное, на этом я буду заканчивать. Я уже много говорю. И буду передавать слово. Спасибо, Манка. Очень классно. Кайфуя в каждом моменте. Это как то звучит, да? Да. Можешь немного переместиться, чтобы упасть? Ну, да, потом будет нам память. Сейчас я сделала. Ну, тогда тебе будет только голову видно. Здесь, сюда видно. Где вот ты, кстати, везде. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Нормально видно? Да, вот где Голя, можно туда встать и все. Там, кстати, очень хорошее место. Да. Теперь видно. Видно? Да, вот ты. Всем добрый вечер. Меня зовут Артем. Мне 18 лет. Я родился в Батане. Это в Ассии, в Сибири. Затем по 4 года мы приехали в Новосибирск. По 12-м году мы приехали в Сибирск, где я поступил в 1-й класс. В 4 года я учился в 99-й школе в Лазаревске. После этого мои родители приняли прекрасное решение переехать сюда, попасть. И в этом году я здесь закончил 11-й класс. Собственно, вы чекаете? Вот. Параллельно со всем этим я занимался в Ассии искусствами. У меня есть теплый буклет Тихондо. Затем на 4 года я занимался каратэ в Лабашном Боем. И, перейдя сюда, я 3 года посвятил в Заду. С прекрасным тренером Андреем Великимовичем Поросовым. Очень хорошо. Поступив сюда, в 6-м классе, я начал заниматься актерским мастерством. И нам помогли Ленточку. Вместе с Радой они ходили в студию. Вместе с Радой, да. Я провел 5 лет актерства. В общем, у меня около 20 выступлений на сцене. Большое. В прошлом году я пришел на семинар. Летний. И получил на нем практику. Вот. Вот мы и достижение. Я очень люблю коммуникацию. Мне нравится развиваться с людьми, узнавать новых личностей. Которые скажут человек, кто новый и очень интересный. А, и еще я практикую, пытаюсь консультироваться. Поэтому, если кому-то интересно, то вот. Можно я приготовлю? Можно я добавлю? Памятная фраза. Я причастна ко всем событиям, которые происходят в семье у Конноров. И для меня очень большая радость. Вот прямо как за своих детей. Я радуюсь тому, что Артем сдал государственный экзамен по абхазскому языку на отличный. И поступил в Абхазский государственный университет на мой факультет. Там же, где я училась. В педагогике психологии. Это тогда вот был первый год буквально. А сейчас уже там отдельная кафедра психологии. И, как я тогда сказала, в тот день, когда мы вместе ходили в университет. И сейчас я надеюсь, что когда-то в ближайшем будущем Артем возглавит эту кафедру. И тогда я приду туда работать. Потому что меня зазывают, но я все как-то торможу. Теперь я знаю, к какому руководителю я точно пойду. Поэтому для меня это вот тоже очень большая радость. Артем по твоим стопам пошел. Да, я ожидала, что он где-то будет учиться не в Абхазии. Мы ожидали, что он будет учиться на кого угодно, но только не на психолога. Это тоже такая большая радость. Да. Я бы хотела передать слово «О». Я не был участник, но были на первый день. И, в принципе, я не была здесь. Молодец. Меня зовут Аня. И я не могу сказать, что я здесь присутствую как фотограф. И не имею никакого отношения к психологии. Потому что психологией я интересуюсь, наверное, лет 25. И все, что можно было купить по психологии, эзотерике. Для меня тогда психология от эзотерики была недалека в самом начале. Все, что можно было купить, все книги по самопознанию, книги, потом семинары. Там очень многих я посещала. Мне все это было очень интересно. И сейчас я, например, там у меня такая более узкая направленность в моих интересах психологии – это психосоматика. Психосоматика. И вот сейчас там еще делаю углубление в германскую новую медицину. Вот. Вообще, кроме психологии, я занималась всю жизнь там драм-кружок, кружок по ходу, мне еще какие-то кто-то. Я смотрю, нас таких тут очень много, которые пробовали себя во всем. Я 12 лет отработала в банках. Потом занималась, потому что я член Союза художников Москвы, секции дизайна. Я достаточно долго занималась украшениями в стиле лэмпорг – это венецианское стекло. Я потом метнулась фотографиями, занимаюсь ей лет 10 и понимаю, что практически через любое дело, которым ты занимаешься и которым ты горишь, ты можешь видеть весь мир. Потому что вот любое маленькое дело, оно раскрывает для тебя все. Вот точно так же, как я вот, например, сейчас смотрю на мир через видеосказ и фотоаппарат. То есть, когда я его смотрю, для меня мир замирает и останавливаются голоса в голове, которые обычно мешают и отвлекают. Я вижу и моменты человека, и место, и красоту как-то более четко. То есть, я сама не отвлекаюсь от этого. Афтай, Афтай, Афтай. Я даже не знаю, что дальше. Ну, ты его уже практикуешь. Вчера это состояние тренировали. Кафедра Афтайма, да, собралась тут. У меня за последнее время, получается, наверное, какой-то, получилось обнаружить какую-то свою отрасль, наверное, психотерапии. А я, кроме того, что я по поводу, я еще в последнее время художник по костюмам. Нашла себя в этой роли именно в Абхазии. И с организатором Сухумского кофейного клуба. У нас по субботам проходит кофепитие на станции Дума. И Аня тоже участвует в этом проекте. Да, и что касаемо костюмов, опять же, хочу сказать, что... Во-первых, меня очень увлек исторический костюм. Ну, это все очень сильно и неразрывно связано с самим городом Сухумом, рядом с которым мы живем. Потому что архитектура города представлена двумя основными стилями. Это стиль модерн начала 20-го века. И сталинский ампир – это где-то с 30-х по 50-х. И поэтому я и костюмы для съемок в основном подбираю модерн и 50-е, там, 30-е, сливковые 50-е. И хочу сказать, что для начала... Сначала мне просто это нужно было для картинки. Первые костюмы, которые я стилизовала под костюмами человека. А потом хочу сказать, что вот, наверное, где-то на третьем человеке, на третьей барышне, в которой я переодевала... Она называет нас «Барышней». Представляете, когда она переодевает. Что это переодевание настолько сильно меняет состояние человека... Растун, поезд, меняет состояние... Да, что это действительно, это один из инструментов психотерапии. И очень важно, мне кажется, практически каждой женщине почувствовать себя, что именно когда ты одеваешься в красивое платье, ну, может быть, белое, может быть, там, других цветов, шляпа, перчатки, у тебя сразу меняется осанка, внутреннее восприятие себя. И совершенно потрясающим образом сразу реагируют мужчины. Вот это невозможно передать. Как сразу они считывают вот это изменение внутреннего состояния. Ведь реагируют же не только на картинку, не только на внешнее, а то, что ты в себе несешь. И как сразу там тебе несут цветы совершенно незнакомые люди. Вот я иду сзади с фотоаппаратом и смотрю, какой просто вот шлейф в восторженных взглядах собирает барышня, которую там я веду, фотографирует. Мы идем по набережной, вот она идет с гордо поднятой головой. Я там сзади со своим рюмзачком, со своим фотоаппаратом, вот, и я успеваю наблюдать, что, как. Как люди там замирают там недонесенной вилкой, вот так вот карту, недонесенной рюмкой, поворачиваются там, браво, там все, ломают магнолию с дерева, чтобы поднести. Мне кажется, я уже очень углубилась в это, в разных рассказах. Потому что мне саму это восхищает, восторгает. И как мой муж говорит, что в наряды из моей гардеробной мы уже можем одевать маленький театр. Мне кажется, что все, что я зарабатываю, я благополучно спускаю шляпки, перчатки, платья, кружева. И этим прям у меня уже... Все, что на фотосессиях заработала, она купила платье, перчатки, переодела барышни. Ну и тут мы уже в больших мероприятиях участвовали. Нас тут приглашала администрация Гагры на 120-летие, курорты Гагры. Ну, мы тут в Сухуме выставляем там... Я уже тут организовала Сухумский винтажный клуб. Да, пушкинские вечера тоже они организовали уже. Так что, если вам интересна эта тема в качестве, опять же, психотерапии или вообще эксперимента, или игры, как девочки любят играть... Спасибо, Аня. Спасибо. И Камала Верды. Кому передадим следующий... Тот? Так, отлично. С чего начали? Как забыла? Меня зовут Алена. Родилась я в Азербайджане, такая смесь интересная. Родилась в Азербайджане, выросла в Азербайджане, Самара Леонидовна. А жду Сибирь. В Красноярском районе. Ну, я всю собрать эту жизнь, в принципе, все там, в Сибирь, в Сибирь. Красноярском районе, город Ачинск. Там я работаю в Ачинске в сфере усыновления, опеки, приемного родительства. Я руководила ферианом, где ведем... Я веду школу приемных родителей, готовим кандидатов, кто захотел взять детишек в детское учреждение. Вот, говорим об особенностях и так далее. И постное окончание, которое по себе все-таки состояло, где дети появились в семье, мы их с подростками. Помогаем, поддерживаем, даем ресурсы, объясняем. То есть, 24 часа практически по телефону, потому что все, что угодно, может быть. Ну, если все... Все, что угодно, происходит и с детьми, потому что травмированные, да, немножко отличаются от семейных детей, от домашних детей. Поэтому Люба не понимает, и подразумевает, и не понимает, почему, какие причины. Люба говорят, что часто сравнивают, что дети эфически нормальные, а по сути они просто нормальные и нуждаются в любви. Ну, тут и на нас. Но при этом с поддержкой, с любовью, приемных родителям, потому что принимать чужого ребенка, чужого человека через семью, это сложно. Работу люблю, команда замечательная, все с любовью к людям, с любовью к детям, с любовью и с таким посылом, да, приятным, что все получится. Отстраиваем, поддерживаем, в общем-то, да, 24 часа в сутки, мы будем на связи с этими семьями. Ну, что еще? Ну, что еще? Ну, что еще? Я не знаю. Работу люблю свою очень сильно, и работаю, как, ну, к породу деятельности, помогаю. Ну, то есть, приемные родительства, как правило, приходят люди, которые, ну, с мотивацией такой сложной, бывает такое, ну, через свою травму. Мы вместе с этим работаем, конечно же, да, и прям, помогаем даже прийти к такому осознанию, что, в принципе, детям-то и нужны, допустим, нужна терапия, психолог, и так далее, и все. Ребенка, ну, желаниями от ребенка, конечно, уходят. Конечно, тоже хорошо. Сохранили ребенка, да, с охранениями от дали ребенка, куда не нужно. Да, конечно, вообще, к личным сиротским. Ну, такой, очень, очень. Эмоционал, поэтому мы консультируем, семинары, рекомендации, и так далее, и так далее, и так далее. Можно обращаться, если что, по таким образом? Можно. Можно обращаться, и все, знаете, в виде детей. Очень актуально. Ну, или если проверить, хочешь ребенка или не хочешь, то тоже нужно обращаться к Алене. Да, буду рада абсолютно, на связи у меня, и где, и с удовольствием помогу, расскажу, покажу. Онлайн-школу приемных родителей, ну, как, теку им, ну, нежелательно, потому что вот, правда, живут. Чувствовать, да, человека, потому что там ошибка дорогого стоит, это жизнь пожилого человека, да, ребенка и так только страдал в течение своей жизни. Если бы у всех было такое отношение, мы бы жили в другой стране вообще, вообще в другом мире. Да, жалко детей, конечно, очень, и иногда даже хочется сказать, ну, стоп, не надо, ну, не ходите туда, в приемное родительство, оставайтесь со своим управлением, со своим телевизором. Были такие моменты, собирайте для ребенка, не мешает смотреть телевизором. Ну, и все, 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 все. Да. И такие очень тяжелые ситуации бывают, да, с чем мы сталкиваемся, потому что тяжелые иногда. Все желания, какие-то, зачем-то. Сочай, меня не спим. Спасибо. Творческий человек любит все. Все творческое, да. Какое? Творческое. Не знаю. Ну, серьезно не занимаюсь так ты, ничем, да. Я, ну, лет мне много, в течение всей своей жизни занималась перечитанием. Да. Да, да, конечно. Мы хотим. Отстригаем. Ширюм. Готовлю. Фотографируем. Консультирую, поддерживаю. А, горе, вообще люблю очень люди создавать, всякие там детали, которые очень помогают человеку комфортно себя чувствовать. Ну, то есть замечающие моменты, когда я это другое сделала, а потом было бы здорово так, чтобы было бы удобно. Но, в первую очередь, в первую очередь, да, вот, непосредственно. Вот, в этом, да, хотелось бы дальнейшее, то есть, помимо того, училиза мюрлистки. Почувствование эргономика пространства или взаторга? Да, да, да. Эргономика пространства, вот и по-какому. Эргономика пространства, да, у меня будет. Что-то типа фюги тоже, где, да, стало счастье в пространстве, да, чтобы было приятно и комфортно. Ну, вот, так что восстановляйте, звоните, приезжайте. Восстановляйте, организуйте нормальное пространство. Да, ребёнок, с любовью, конечно, любовь, этим нужно, ребёнок. Огромное терпение, потому что, это реально очень сложно, ребёнка принять. Таким тяжёлым запросом, ребёнок. Он, он, как, он спросит за всех взрослых, которые причиняли ему. Да, говорят, постоянно испытывают. Типа, любишь ли ты меня? Ну, вон-то, 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 вон-то. Просто в ямышках добивая. Ну, так надо доказать, вот, очень долго. Вот, как-то адаптационный период приходит, конечно, в ужасничном состоянии. Весничный, в этом службе, молодцы. Спасибо, Анастасия. Спасибо, Анастасия. Ну, мы передаём слово. Передаём слово. Все мне симпатичны. Да, очень, правда, восхищаюсь, как с каждым начинаешь общаться. Боже, какие люди у меня тайные собрались. Это нечто. Ну, с удовольствием передаём. Аня. Алёна, это моя подружка, в общем. Это Влад пошёл по моему другу. Я подругу, очень её люблю. А ещё, да. Держит её так. Так, я не умею вот так представляться, очень волнуюсь. Волнуюсь. Буду за Сергея держать. Он сильно большой. Третья, третий. Третья, третий. Третья, третий. Третья, третий. Так, интересно. В другом смысле, это сильно большое психологическое. Меня зовут Анна, я работаю психологом с 2003 года. Сначала начинала работать в коррекционной школе, потом вот в центре с онлайн и мы с Аленой всё это вместе. И два года назад ушла в частную практику. Такие кейсы, какая практика. Есть о чём сказать. Да, да, да. У онлайн-школы тоже, да, по экспертам? Да, не знаю. На самом деле они такие крутые эксперты, просто они сидят сами. Вот те, кто работает в онлайне, гораздо меньшим количеством навыков, меньше кейсов. Просто у людей поставлена вот эта часть и всё бизнеса. Какие кейсы? Ну, за 20 лет работаем, наверное, все кейсы. Какие только можно. Ну, наверное, хочется просто сказать, что я называю свою работу «Дело моей души». Я очень люблю своё дело, и я очень люблю людей. Вот поэтому хотела делиться любовью. Спасибо. 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 А еще Аня красиво поёт. Играет на гитаре. Да. А что она ещё? Ну, сейчас мы по Григе спросим. Она играет на гитаре. Можно я добавлю? Да, да, конечно. Спроси. Один разочек. Да. Мы подпоём. Нет? Она сама пишет песни. Он молчал. Да. Она очень тонкая. Просто на какой-то, не знаю, космическом уровне чувствует человека и просто восхищает. Она работает с собой. Это как-то уникальное видео с фототерапевтом. Я вот здесь не впервые. Я здесь вот впервые. То есть я училась у Оксаны, когда она была в Красноярске. Да. И только на ютюбе и так далее. То есть я смотрела, да, все эти, ну, бывали, что выступления и Личарда, и Оксаны я слушала. Вот. А вот приехать на семинар я впервые. Приехала, и теперь я понимаю, да, Оксана с таким подушевлением, да, с таким подушевлением рассказывает, как тут. Как это замечательно. И она поверила всегда, что подход Ричарда и Оксаны очень близок. Она любит. Она лежать очень близок. Я теперь понимаю, откуда это у неё. Вот портал открыт. Он его открыл, да? Учителя, да. Да. Здорово. Спасибо. Ну, поэтому обращайтесь, консультируйте весь мир. У неё. Поэтому... Телефон записывайте. Я могу подтвердить. И я тоже. Да. У меня сегодня случился прям супер прорыв. При поддержке Анны. И я просто очень счастлива, что сегодня вы поработали с Анной. Это очень сильно, да. Я думаю, если бы не она сегодня, я бы, наверное, ещё чуть-чуть оттянулась, да, дальше. Так, предлагаю список. Да, да, да. Хороший, отличный психотерапевт – это редкость, да? Найти свой голос. Ну, правда. Подписывайтесь. Поддерживаю. Спасибо большое. Аня, спасибо. Аня, спасибо. Я спасибо. Маню очень люблю, уважаемую. А теперь песня. Завтра на бис в пещере. Надо сказать. Как было? Я передаю слово Оле. Оле. Ну да, я уже начала. У меня сегодня случился, как будто бы я сегодня родилась еще раз. Как будто бы сегодня я обвела себя настоящую, хотя я не познала, кто я, что я, но у меня были какие-то подозрения, что чего-то как будто я недопонимаю, и что-то на меня не хватает. И мы сегодня Саня выяснили, что я давно подозревала, что что-то мне немножко мешает или не хватает. И мы сегодня выяснили, что это тянется еще оттуда, да, с рода. У нас получилась такая ситуация, не знаю, может быть у кого-то есть друзья или знакомые. Корейцы. Корейцы попали на территорию России. Ну, как бы непросто, да. Дедушка прошел Корейскую и Франскую войну. Ну, в общем-то, понял для себя, что война и все такое-то, и они переходят границу на Дальней Востоке, чтобы земли осваивать. Естественно, в сталинские времена, как бы это все приветствовалось, чтобы осваивать весь землю. И они вот перешли и начали работать. Это был папа с папиной стороны. Они организовали там хвост. А, вот у нас так получилось, что когда началась война, всех Сталин побоялся, что будут предатели. И всех собрали и отправили в губ. Кого-то в Забекистан, кого-то в Казахстан, да, ну, кого-то в губ в Россию. И нас отправили в Казахстан, моих родителей, моих дедушку и дедушку. Загрузили всех в вагоны, сказали взять в виду за три дня. В общем-то, да, когда привезли, выгрузили в степь, как хотите, в общем-то, осваивайте. Рыли прям под землю, землю, да, и вот как-то так могли выжить, умерли, и так далее. В общем, я всегда подозревала, что, наверное, что-то вот как-то есть. Потому что, когда я думала, спрашивала родителей, а кто еще там, ну, многие знают своих бабушек, прабабушек, там что-то еще, а мы не знаем. Я знаю только своих бабушек и дедушек. А кто там? А и оказывается, что было запрещено, когда наши перешли бабушкой и дедушкой сюда. В общем, дед сказал, что так, как мы сейчас живем теперь здесь, в России, это наша родина. Никакого корейского языка, да, ничего, что было там связано с той жизнью, у нас нет. Да, и мои родители даже, я не знаю, как зовут их, бабушку, дедушку, там, да, ну, то есть у меня как бы, ну, как бы, мое понимание, что, как бы, моя линия, это вот кто мои родители и бабушка с дедушкой, все. То есть кто там, кто они были, чего, мне только можно было бы догадаться. И сегодня мы как бы раскопали, я поняла, что мне не хватает какого ресурса, да, то есть мне казалось, что это слабость, что они как бы покинули эту землю, да, как бы, я не знаю, почему-то я считала, что это какая-то трусость или какая-то слабость. А сегодня я поняла, что это, наверное, наоборот, вот это вот сильное желание, думая о дальнейших поколениях, да, чтобы в следующих поколениях жили более лучшими. Потому что вы знаете, да, какая обстановка в Северной Корее, как там вообще сейчас люди живут, миллионами умирают до сих пор от голода, вот, и, как бы, сегодня я поняла, что, наверное, были ресурсы, была сильная воля, ну, как бы, как это объяснить там, ну, была большая воля к тому, чтобы жить лучше, да, то есть они претерпели очень большие трудности. Это просто, ну, да, там большая история, там бабушка не ела, она ждала, когда все дети поедят, да, она все дева ждала, потому что знала, что потом останется что-то, и она поедала. То есть мы выяснили, что, скорее всего, это ее, как бы, проблема, потому что я такая хур-хуль, мне всегда нужны запасы, я всегда не могла понять, зачем, да, у меня всегда есть деньги, а мне нужно запасы, чтобы у меня все было, мешками, там, да, все, чтобы у меня все было. Как бы, это все, да, вот это вот тянется, наверное, ну, не только у нас, это все, в общем, у меня был такой всегда, ну, в последнее время у меня появилась такая мысль, что я хочу проявляться. Мне страшно, я не знаю, как это произойдет, но мне хочется, и это должно появляться именно на масштабе мирового. Я, ну, не такой известный человек, я проявилась, как бы, у меня трое детей, разница 7 лет, 6 лет, мои дети, могу сказать, одаренные, да, у меня старшая дочь, она живет в Казахстане, у меня трое детей 27 лет, у нее бизнес, она обожает продажи, она принесла свои, как это называется, закупки, да, они там собираются, в общем, привозят товары, продают, все такое, купили машину, квартиру, в общем, ну, как бы все, как будто по волшебной палочке. И, как бы, у меня средний сын, он был 22, он уже, чтобы учиться в колледже, она программиста, и мы предложили эту работу, в том же месте, два работы, в Минцифрах, в Аналитике, будет готовить сейчас диплом, где будет проект, который будет внедрять Минцифрах, для того, чтобы облегчить работу, да, то есть, если это все хорошо получится, то его работу, в Минцифрах, в общем-то, это будет тоже такой его вклад в развитие экономики, я не знаю, да, в развитие страны, потому что сейчас идет инфекционное замещение, сейчас нужны специалисты, это не вкладка... Ближе к самопрезентации. Мало рассказывать о себе. Да, самопрезентации. Да, теперь о себе, от любящей. Она гордится, и мы, и мы аплодисментами поздравим, что такие дети. Я сама работаю, помощником руководителем, у меня техническое образование, закончила институт технический по образованию инженерный каурс. Я такая маленькая каурска, у меня мышление все такое техническое, я обожаю технику, я разбираюсь на названиях двигателей, когда могу починить резетку, посмотреть, что-нибудь не так в бутюгерии. Ну, в общем так, работу я очень люблю, и психологией интересуюсь уже давно, наверное, так сильно давно, но лет 10, но только для себя. Мне всегда интересно, жизнь для меня как эксперимент. Мне всегда интересно, если я буду такой, и какой получу результат. Я все время экспериментирую. Потом я поняла, все, что я хотела, все, что я в себе в голове создавала, у меня все реализуется. И у меня был запрос, а как, чтобы было быстрее? Я начала искать. Так получилось, что я пошла на антитреники, по психологии, коуча, начала искать, искать, искать. Закончила курсы у Андрея Треногова, они мне порекомендовали Оксану с Ричардом. Я тут же открыла, ага, летний семинар, все, я поеду, я хочу туда. Что я понимаю, что я всегда так жила, то есть мое мышление, оно как бы всегда меня приводило туда, куда я хочу. То есть если я в детстве мечтала, что я хочу жить в Москве, гулять по паркам, я сейчас каждый день гуляю по паркам, наслаждаюсь вот этой красотой. Многие говорят, что ой, что там в Москве, ничего хорошего, я знаю красивые места, может быть, когда-нибудь я в своем блоге буду их показывать, или будут люди удивляться, а что это, по правде в Москве есть такие места, да, я вот их знаю. Я не знаю, как, в чем я буду, проявлюсь, потому что я вот как раз на том пути, я ищу людей, которые мне помогут разобраться, да, но я прям, я вижу себя таким большим человеком, ну, как скажем, большим, ну, известным человеком. Поэтому сейчас хотела бы вот свою вещь, да, на Ладе тут, кстати, познакомимся с Кэт, да, у меня уже есть планы, так, кому мне нужно дальше идти учиться. Мне нужно это потянуть, вот это, вот это, темнее теперь я чуть-чуть себе тоже назову, но я еще не психолог, не коуч, но мне вот вся эта тема нравится, здесь я нахожусь, я вообще прям, я в своей тарелке, да, я прямо в том поле, в котором я, у меня такое чувство, что вы все для меня приехали сюда, чтобы вы мне все помогли, сказали, помогли вас. Давайте соматически пошлем, Ольги тоже погибли. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо, Оля. И можно Владимиру Алаверды передать, чтобы он побежал к этому? Да, сейчас перевожу. Можно туда перейти, чтобы кто-то был на камеру? Любовь. Супер. Всем привет, меня зовут Вова. Я, если честно, не готовился, наверное, стоило бы, но расскажу о себе. Мне 17 лет, я практика на ЛП, психологии уже ровно год. Ходил себя в Сочи, переехал в Абхазию, когда я был еще в первом классе. Занимаюсь акробатикой, профессиональным бренданцем, по акробатике я кандидат в мастер спорта. Еще в девятом классе мне предлагали тренерство в России, но я еще, когда мне было 15 лет, не знал вообще чего, как вообще. Поэтому стараюсь развиваться, и здесь я для того, чтобы развить свою коммуникацию, буду дальше идти примерно по таким-то стопам. Да, больше что. У меня за спиной нет никаких кейсов, каких-то историй. Я просто на еще одном шаге, этапе развития. С какими вопросами можно обращаться, или с какими, чем ты можешь помочь, если к тебе обратиться? Если хотите научиться делать сальто, я в Питер поступаю, на связи с тем. Вот, и если хотите, тоже консультироваться, консультации, пожалуйста, подходите. Ова очень хорошо работает. В прошлом году очень многие специалисты, опытные, дали очень-очень положительную обратную связь. Спасибо большое. Камола Верды. Рада. Нет, спасибо, мама. Всем добрый вечер. Меня зовут Рада, и мне 12 лет. Всю свою жизнь я живу в Абхазии, и мне очень нравится. Абхазия мой дом, и мне тут вообще очень нравится. Здесь у меня много друзей. Я хожу на брейк-данс, на стрельбую слуха. Хожу на волейбол, когда-то ходила там на рисование. Да, в общем, на много разных занятий. Через 5 лет закончила актерское мастерство, ходила туда 5 лет. Сейчас я в основном занимаюсь брейк-дансом, и мне очень нравится. Мы с Лобой в одной команде. Моя мама занимается психологией, и мне психология очень сильно понравилась. Про психологию я узнала от мамы, и я очень рада, что я здесь. Мне очень понравилось и сегодняшний день. Рада очень отличная вообще, очень отличная, очень отличный язык у меня под вечер. Просто очень. В общем, Рада очень классная актриса еще. Они с Артемом вместе ходили на театр. Я очень люблю читать книги. Да. Я как типичный ребенок смотрю аниме. Я люблю читать книги. Очень сильно. А еще Рада скоро едет в крутой лагерь. В Анапу. В Анапу, где брейкеры будут давать им каждый день мастер-классы. В учрении 10 дней. Я очень люблю общаться с людьми. И опять же, люблю коммуницировать. И рада, что я здесь. Мне классичек. А еще у Рады есть именно рисунок, который она нарисовала. До всем, я даже не помню, сколько вообще, по-моему, лет ей было. И на нем написано, такая, ребенок и мама обнимаются. И написано, надо обниматься. Рада, с чем к тебе можно обратиться? С какими вопросами или с помощью, если за помощью, с чем ты можешь помочь? Я могу помочь. В принципе, во всем. Могу посуду помыть. Могу научить танцевать. Могу просто поговорить с вами. Поднять настроение. Могу поднять настроение, могу постараться. Рада вам еще, может, актерскую коммуникацию очень хорошо поставить. Если у вас с актерским мастерством вопросы, обратитесь, она вам практически Джамбула Владимировича словами и жестами скажет, как нужно и что показать. А еще она может научить ваших детей добиваться всего, чего они хотят. А еще она вас может научить фокусам языка. То есть не надо к дилцу ходить, надо к прайде. Для этого я здесь. Спасибо. Спасибо. Ирина, да. Говоря о дилце и фокусах языка. Мы вернулись, чтобы она вернула перешли к Ирине. Ну что, всем добрый вечер. Меня зовут Ирина Симаева. Я из Барнаула, Алтай. На самом деле, есть Алтайский край и столица Барнаул, а есть Алтай, их горы. Возможно, кто-то из вас уже был. Вот, просто часто люди думают, что Барнаула и Алтай, но на самом деле это разные субъекты. Если обо мне, хочу сказать фразу, которая мне очень нравится, она меня сопровождает уже много лет. Она звучит следующим образом. Единственная красота, которую я знаю, это здоровье. Это сказал много-много лет назад Генри Гейне и я нутрициолог. Я занимаюсь этим профессионально пять лет. Сама в этой сфере уже больше восьми лет. По первому образованию я экономист. То есть, вообще, у меня очень аналитический склад ума. Но в какой-то момент я очень долго занималась спортом. Я мастер спорта по фитнесу. И у меня у самой были проблемы со здоровьем. И, в общем, я пришла в эту сферу. Сначала просто для себя, просто чтобы помочь себе самой научиться это делать. И потом как-то все завертелось. Где-то раз выступила, потом еще раз. Потом захотелось работать с людьми. И, в общем, с этого момента мне очень нравится идея о том, что через питание, через свой образ жизни можно улучшать качество жизни. И вот это, наверное, то, ради чего я работаю. Когда я вижу изменения клиентов. Кто-то приходит за снижением веса. Кто-то за набором веса. Кто-то за новой энергией. Кто-то за тем, чтобы быть довольной своим телом, своим качеством кожи. И вот видя эти изменения, мне очень-очень радостно. То есть, наверное, самое такое зерно моей работы – это проснуться утром, увидеть отзыв от клиента о том, что что-то изменилось, что получилось. Это, наверное, самое приятное. Соответственно, ко мне можно обращаться с любыми запросами в плане изменения своего образа жизни, своих привычек. НЛП для меня здесь такая очень хорошая поддержка, помощь в том плане, как легко изменить привычки, как поменять свой образ жизни. И это действительно можно сделать легко, применяя разные техники. Поэтому, если у вас есть желание, направление к этому, возможно, вы искали специалиста, ко мне можно обратиться, соответственно, за этим. Я работаю онлайн и очень люблю онлайн. У меня достаточно много проектов разного формата. Есть короткие, есть длинные. Ближайший проект будет в конце июля после этого семинара. Поэтому, если вам интересно, я с радостью... Нам интересно обязательно. ...полезно в этом плане. Если говорить про мое путешествие героя, наверное, у меня вообще две задачи на этом семинаре, с которыми я приехала. Первая – это коммуникация. Я, кстати, не читала программу, не знала, что здесь будет. Но, как-то, не знаю, наверное, интуитивно, я поняла в какой-то момент, что какая-то закрытость начала на меня давить. Ну, моя личная. И поэтому здесь мне бы хотелось, во-первых, стать более открытой. А второе – мое путешествие героя – это... Я бы хотела семью. Я была замужем, но сейчас я свободна от отношений. Вот, поэтому здесь я живу в том числе за тем, чтобы устроить себя внутри, да, и дальше это может все будет. Вот, поэтому всем спасибо. Спасибо. Обязательно ссылочка нам на курс. А где команду посылать? Давай посылать, да, ворву. Благословляйся. Спасибо. 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 Я извиняюсь, прежде чем вы начнете, мы хотели со всеми попрощаться. Извините, что не дослушали. Мы обязательно посмотрим запись с Артемом, но нам нужно уже ехать. Всем спасибо. До свидания. До свидания. До свидания, ребят. Спасибо. Прекрасного. Спасибо. Вам тоже хорошего вечера. Маме привет. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Меня зовут Лиля. Я родом из Татарстана, живу в городе Казани. С 17 лет работаю врачом-стоматологом, терапевтом, взрослым, лечу зудки, деткам и взрослым. Всем. Всем деткам и деткам. Потому что, ну, как бы, у меня в сумме детки. И вот, в психологию я пришла через личную психотерапию. Мне было очень интересно, как работает психика, ну, как бы, как работает наш организм, я уже знаю, анатомия, физиология. Мне было очень интересно узнать, а как же вообще психика устроена. Вот, в 21-м году я закончила магистратуру по семейной психологии. Сейчас учусь в институте усовершенствования на практического психолога. Вот. Я воспитываю трех замечательных сыновей. Люблю спорт. Ну, это мой образ жизни. Как полгода назад я начала заниматься танцами, учусь в бачате. Мне очень нравится, я прям кайфую. От этого танца. Еще я индивидуальный предприниматель. У меня магазин тканей и фурнитуры. Что еще рассказать? Ну, вообще, мое жизненное кредо. Все, что происходит, все к лучшему. Вот, это такая фраза. Все. Ну, давайте, это красотка не замужем. А с чем можно обратиться? С какими вопросами или чем ты можешь помочь? Вообще, моя задача начать проявляться. И я с удовольствием проконсультирую капсифологов. Нет, я могу подтвердить, что да. Очень интересная мысль, которую мы с ней проработали. Тоже честно получается. Спасибо. 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 Поксиментно. Хороший человек вообще. Вам напомните, что живем с ней? Да. Блин. Классно. Спасибо. Передаю слово своей соседке. Соседке по комнате, да? Просил. Если я вот так стану, наверное, я молодого человека. Может, вот туда? Куда удобно, Ляля? Или можно поле вон туда, рядом с Ольгой встать? Лучше вот Соли, да, чтобы было видно. Ляля, это мое полное имя, буду вкратце говорить. Я родом из Луфы, татарской деревни. До первого класса не знала ни одного слова по-русски. Вот, научилась за три месяца. Лучше всех разговаривала, даже среди русских. Самое странное, даже для русских. Да, даже среди русских, да, по-русски разговаривала. Вот. До девяти, до девятнадцати лет, даже нет, так сказать, до замужества, наверное, я жила абсолютно беззаботно. Потом дети и так далее. У меня тоже двое своих детей. Один приемный сын, вот. Погибшей сестры сын. Все бизнесмены, младшему 33, старшему 39. Так что можно свидеть о моем возрасте. А вот потом уже, с начала перестройки, моя беззаботная жизнь закончилась. Еще погибает сестра в девяносто четвертом году, потом в девяносто шестом году муж, тоже в автокатастрофе. И вот все прелести, вот если кто-то смотрел Бандитский Петербург. Вот это была моя жизнь. То есть, наверное, я вот среди вас, я так думаю, что я самая старшая, мне так кажется по возрасту. Все вот полное, всю прелесть вот этого всего я познала. Вот. И, естественно, это была все, вот борьба за выживание. Все мои 30 лет ведения бизнеса, это борьба за выживание. Это рейдерские захваты, это все, что возможно, мужской бизнес. Хотя у меня было разным. Последние 18 лет это мужской бизнес, автомобильный. И когда 4 года назад я вышла на пенсию, я об этом задумывалась. То есть, вот как бы один этап в жизни закончился, все, связанный с бизнесом, нет, он будет, конечно, мне это несложно, он настолько на рельсах, да. И вот как бы смысл существования у меня закончился. Все, и вот это вот, во-первых, вот этот консерный мозг, все, это уже конец жизни, закат, все, как мои все одноклассники и так далее. И вот начинаешь задумываться, скучно, невозможно. Новый бизнес занимается этим, ну, поставишь его ты через полгода опять та же спинка. А тут поборачивается психология. Подумаешь, за полгода бизнес поставишь, опять та же спинка. Который вот ни конца, ни края. Представляете, какие спецы у нас. Не знаешь вообще за что, вот тут и тут интересно, и тут интересно. И вот я поняла, я быстренько себе жизненный сценарий переписала. То есть, я живу не до 70-80 лет, средний возраст, да, я живу до 110. В общем, мне остается еще 41 год, чтобы полностью изучить, ну, как такое, изучить, а 10 лет за 100 лет. В общем, все, у кого сейчас проблемы, самомотивация, будущее, все. Вот, вот наш человек. В бизнесе. Да. Вопросы, если вы сомневаетесь, что можно развить бизнес. Да, и заново жить. Вот я говорю всем, знаете, вот чем я от вас от всех отличаюсь? Тем, что дети взрослые. Живу одна. Хочу занимаюсь, не хочу, не занимаюсь. Хочу готовлю, хочу готовлю. Хочу, убираюсь. Или пусть вообще, вот полы грязные, да. Я живу для себя. И никто... Вот если я раньше поспаляла, мамка, сиди с ребенком. Я говорю, нет, у меня модули в эти выходные. Нет, у меня занятия там, это же, что-то, да. Я вот настолько кайфово. И вот осуществление того, что всю оставшуюся жизнь мне будет не скучно. Это вот вообще. Вот это меня, вот саму матку конца мотивирует. Потому что ни один бизнес так вот тебя, вот настолько кайфовать от него, да, ну, дело же не только в деньгах. Вообще класс. Да, а в том, что вот насколько у тебя глаза горят от этого, да. И ты внутренне, как мне одноклассница, когда все... Да, конечно, ты со своими деньгами можешь себе, значит, и это... Я никогда в жизни, во-первых, не делала ни пластику, ничего, да. Я говорю, ну да, здесь я отрезала, тут я подшила и так далее. Я говорю, и глаза я себе тоже, которые светятся, просто горят, я тоже их вот себе сделала, да. Я не лежу, как пол пятого началась жизнь, и до одиннадцати. И это действительно, вот, наверное, это не даст вот это движение, да, оно не даст мне ни болеть. А, кстати, чем я занимаюсь, это основные мои направления, еще не занимаюсь, я учусь только. То есть новая германская медицина. Да. И психзаматинка, именно новая германская медицина Владхаммера, там вот мы с Земфир вместе везде, это и в сочетании с транзактным анализом, вот. Ну, кончинг, разумеется, и переподготовку мы прошли, еще куда двинемся, не знаю, куда нас занесет с ней еще. Вот, все, я сказала. Класс, спасибо. Посмотрите, какие у нас сильные, красивые люди вообще собрались, я вас обожаю. Хочется каждому вопросу позадавать. Хочется каждому вопросу и хочется вас цитировать, дорогие мои. Ой, у нас сейчас же есть время? Нет, в смысле, пообщаться и так далее. Где мы Алла Верды даем? Да, ну. Кому? Ой, Аня же не понимает, слово я никому не передаю. Кому передаю? Нет, Аня, кому передается слово? Сейчас, сейчас, я посмотрю, я хочу Ане. Я же посмотрю. Я ее люблю и обожаю. Вот так вот, ну, да, все. Да, вот где можно, где... Куда? Нет, вот здесь. А вот можно, где Оля, да, там хорошо было. Где, да, где Дальцео. Гадать три Оля. Три Оля. Три Оля. Тройной, тройной пошел. Ой, мне даже повезло. Господи, да у меня нет столько желаний. Так, ладно. Можно я один раз. Стану вот здесь, и один раз. И вот здесь, и между ними еще. И мы там. Так, ну ладно. Радуюсь, что так началась моя самопрезентация. Меня зовут Демиди Канна. Мне сейчас 31 год, и всю жизнь свою я жила по принципу вижу цель, не вижу припадства. Я с 18 лет карьеристка. Все у меня всегда было прекрасное. Все, чего я хотела, у меня всегда будет. По-другому вообще не бывало. С 18 лет я преподавала хореографию. Отучилась, получила высшее хореографическое. И 11 лет отработала по профессии. Достигла хороших результатов, высот. Много где поработала. Много в каких проектах участвовала. В общем, реализовалась по полной, наверное, своей амбиции, там, прям на максимум. Но что у меня не получалось, это построить личную жизнь. Много лет я была. Страдала от одиночества условно. Хотела уже семью. И вот все не могла понять, что же со мной не так. И как-то вот, условно, знала, чего хочу. А то, что я хотела, ко мне все не приходило. Начала искать ответы в себе. Я пошла в психологию достаточно рано. Почему я рада? Началось все с личной терапии. Затем были разочарования. Тоже и в психологии, и в подходах каких-то. И затем я познакомилась с телесно-ориентированной психотерапией. В начале, там, несколько лет личной терапии. Пошли результаты. Пошли просто колоссальные результаты. Жизнь начала меняться. Затем интенсивы. Потом я пошла в профессию. Отучилась на телесно-ориентированного психотерапевта. Всегда мне важно было учиться у лучших. Получила образование у Константина Дуплещева. Сейчас работаю у него в институте. На должности куратор в ромском филиале. Собственно, я занимаюсь тем, что веду практику. Веду тренинги в телесно-ориентированном подходе. Ну и как куратор я организовываю обучающую программу на Смолске от 40 до 40 до 50 человек. Очень сильно люблю. Действительно, делаю это очень круто. На уровне. Кайфом одежду. Люблю свою работу. По-прежнему я, к сожалению, трудобойник. Хорошо, что забыла слово. В общем, люблю свою работу. Но, что меня радует, сейчас у меня переходный этап жизни. У меня смещается фокус внимания на семью. Я, наконец-то, обрала счастье свое личное, к которому так долго шла. И, да. Два года наших потрясающих отношений. Сейчас у меня новый период. И мне сложно. Потому что, как зарабатывать и как быть успешной в профессии, я знаю. А вот как воспитывать детей, как быть мамой, мне предстоит этот опыт. Я очень сильно переживаю, волнуюсь. Даже сюда. Я вообще ехала с целью, я перехожу в онлайн сейчас активно. Но у меня все равно 80% моей работы, это лично в Омске. И цель-то у меня, в общем-то, была получить инструментарий, расширить свой инструментарий для работы с клиентами онлайн. Но, наверное, я понимаю, что будет честнее сказать это себе, в первую очередь. Что цель смириться с тем, что я могу реализовываться еще как жена, как мать, и сделать этот переход. Потому что мне это сложно. Ну, спасибо, что... Спасибо. Мы посылаем нашу поддержку этому переходу. Вы представляете, какая Лерочка будет? Дай Бог, пусть волны. Дай Бог, дай Бог, такие будут. Это, опять же, оленечке сказал оленечке. Да, ну, оленечке. У меня шкурашки. Пожалуйста. Так, я должна передать, да? Да. Ой, я передаю слово Алене. Она... Здравствуйте. Ну, все уже поняли, меня зовут Алене. Это муж, потому что он, в принципе, этим всем увлекается. Я вообще далека от психологии. Вот прям абсолютно... Ну, там, пару раз я там ходила в черные свои дни, потому что я мать двух детей. Я очень, вот, как Аня рассказывала мне это близко, я переживала очень сильно, как-то так, послеродовая депрессия. Вот, все это про меня было, да? И, там, два-три раза я ходила к психологу. И, в принципе, на этом мой опыт, в принципе, с психологией заканчивается. Вот. Но при этом я вас слушаю, да, и очень многие вещи мне почему-то откликаются, как будто я это практикую сама по себе. А я уже говорила, это тоже вот с Сергеем, мы тут уже разговаривали. То есть, вот, как будто многие вещи мне знакомы. Хотя я это никогда не практиковала, не читала об этом, вообще ничего. Что я могу рассказать о себе? Я из Красноярска. Вот. Живу там практически всю жизнь. В какое-то время живу в деревне, но это не важно. Вот. Живу в Красноярске, переезжать никуда не собираюсь. Мне 34 года, у меня двое детей. На данном этапе жизни я занимаюсь собаками. Обожаю собак, обожаю животных, обожаю всех животных. И вообще, просто, не всегда люблю людей. Поэтому, да, я помогаю животным, а не людям. Вот, в моей основе. Фраза, наверное, которую я могу сказать, это «берегите в себе человека». Это самое главное, да. В плане собак. У меня приют на 600 собак. У меня, у нас три человека, три головы, скажем так. Вот сейчас я поехала в отпуск, потом на неделю пойдет другая. То есть мы вот так живем сейчас. Пришла я к этому в декрете. До декрета я летала. Моя главная, наверное, все-таки страсть – это авиация. Вот. Я еще в школе, в девятом классе решила, что я хочу путешествовать. Много путешествовать. Может, почему? Борис, ты сейчас будешь принимать. Я говорю, муж сюда привез. Вот он, вот он. Да, вот Борис мне сделал такой подарок на день рождения. Вот. В общем, я еще в классе в девятом решила, что я хочу путешествовать. За чужой счет желательно. Поэтому я думаю, буду либо… Ну, мне близко было, ну, без папиков, конечно. Поэтому я решила, что либо я буду барпроводником, либо я буду лингвистом, да, переводчиком. В итоге я поступила и туда, и туда. Но вот как-то так сложилось, что я решила пойду в авиацию. Собственно, у меня нет даже высшего образования, но меня все устраивает. Вот. Где я там закончила авиационный… Но вечерга тоже нет. Да, я закончила авиационный колледж с красным дипломом. Потом было очень обидно, потому что на следующий год он стал институтом при Питии. Было очень обидно. Вот. Ну, как бы ладно. Шесть или семь лет я отлетала. Это прям была моя страсть. Я очень хорошо развивалась, в принципе, в этом. То есть сейчас, наверное, если бы я продолжала летать с Крефью, я была бы уже инструктором. Но не сложилось в шестнадцатом году, получается. Я ушла в декрет. Сейчас мы воспитываем с Борисом двух прекрасных дочек. После того, как я должна была выйти из декрета, началась вот эта всякая нитерсть Крыма. Ой, ну, с войной, в общем. Да. И получилось так, что я, в принципе, вышла из декрета, начала летать. Но закрыли вот эти все двенадцатые аэропорты. Мы просто стали не нужны. И наше, буквально в прошлом году, наше отделение полностью закрыли. То есть буквально в прошлом году я перестала быть гороупроводником. Ну, как бы я не расстроилась, потому что, в принципе, с первого года декрета я начала заниматься собаками. Я начала вести блог, наверное, в Красноярске. Первая, то есть как зоозащитник. Меня, в принципе, в Красноярске очень хорошо, поэтому, ва, не знают. В семнадцатом году мы организовали приют. Сейчас у нас уже шестьсот собак. Мы занимаемся отловом. Там, одни, как самый главный из подрядчиков. Ну, то есть вот люди, которые вы там жалуетесь, мамочки жалуются на собаченик, мы их забираем. Мы стерилизуем, поэтому для меня это, конечно, очень больная тема, вот эти все собаки тут бегающие, да, не стерилизованные, больные и так далее. Вот. Ну, в принципе, чем я могу помогать, это единственное, людей консультировать, в принципе, по поводу вот этого. У меня немного знакомых по другим городам, по приютам пока что. Ну, я думаю, мы в этом плане продвинемся, но в целом, как бы. Спасибо большое. Мы посылаем поддержку этому светлому делу. Мы уже пальцем покажем. Пошли, где тебе показали пальцы. Пришел сразу, дожидать не пришлось. Это мастерство, да? Только тут не видно. Можно, вот, мастер. Борис, а можно вот к Ольге туда пройти? Куда? Вот туда? Ага, рядом с Олей. К Ольгам, конечно. К Ольгам, у нас там место загадывания желаний. Добрый вечер. Добрый. Ну что, это значит? Ну что, у меня Борисовут, я приехал сюда с женой. Про себя, ну, что могу рассказать? Я так подумал, пока не кушал. Решил разделить, ну, такое личное, то есть, ну, какие у меня это влечения. Это я увлекаюсь спортом, сейчас лыжными гонками, велосипедом, ну, и вообще люблю всякую активность до этого. Кроссфит был, проходил учения, сертифицировался как тренер по кроссфиту. Ну, в общем, ну, у меня постоянно. Это то, где мы познакомились, кстати. Для меня, для меня тело, это, наверное, как храм. Вот. И мне нравится его развивать всячески, давать инвестимулы, чтобы он не адаптировался, росло. Ну, и, вероятно, продлило мне жизнь в конечном итоге. Вот. Это то, что касается мега влечений. Также мне нравится, в принципе, все, что касается НЛП, гипноза. Я этим НЛП начал еще с книжек читать, наверное, в 2003 году. Ну, ну, как-то так постепенно накопились какие-то тренинги, как я делал. У Ричарда был на тренинге, когда он приезжал в Красноярск. И поэтому я решил еще раз сюда вернуться. Если говорить про профессиональное, я с 2010 года работаю в продажах, самых разных. От продаж сайтов у меня был даже опыт. Я работал по врачам и рассказывал им про женские препараты. Сейчас я работаю в продажах. Мы развиваем федеральный бренд LeadVisor. Это компания очень классная, которая производит красивые светильники для городской среды. И я достаточно неплохо разбираюсь в том, как построить продажи в компании, как прописать маркетинговую стратегию в компании. Я этому обучался, у меня есть идеи. Просто поднимите руку, кому это не надо. То, что касается обучения персонала, развития системы мотивации, разработки методологии продаж. То есть, в принципе, могу не сделать это для любой компании. Не обязательно, конкретно сейчас, не разобраться. Вот как-то так. Ну и то, что касается спорта, тоже, если кто-то захочет обратиться, могу поделиться с вами. Могут богатый. Класс. Спасибо большое. Интересно. А кто еще не говорил? Девчонки. Вот девочки рядом. Оля, например. И Оля. Оля и Оля не говорили еще. Добрый вечер, друзья. Я сюда поехала, можно сказать, интуитивно. Просто когда увидела рекламу в почте, что приглашают на семинар, мне так щелкнуло. А, надо ехать. Если коротко о себе, чтобы было понятно, моя жизнь это одно большое приключение. В детстве я оказалась на крайнем севере, чтобы вы понимали, до ближайшего населенного пункта, это 400 киловольтров. Вот. То есть такие расстояния. Крайний, крайний, совсем крайний. И еще, чтобы вы понимали, там был запасной рапорт для полярников, которые на полярных станциях северным далеком океану. Вот. Потом вернулась в материк. Дальше у меня жизнь носила разными путями, но могу сказать, что 15 лет я как-то в науке уже прочитала заметки о гипнозе Эрикса. Меня тогда зацепило, где-то на подкорке отражилось. Дальше жизнь занесла меня в сельское хозяйство. Первое образование я грабула. Потом я стала педагогом. То есть я там поработала, потом пошла, когда сельское хозяйство в России развалили, я ушла в педагогику. Потом, значит, меня занесло в торговлю опт-розница. Потом в 2013 году появилась такая модная тема, как консалтинг. Вы понимаете, о чем я говорю. Я туда мирно перешла. Тем более, практический опыт накопился, когда вот не было еще книжек. Тут набирание опыта. Вот Ляля тоже понимает, о чем я говорю, когда все было фактически с нуля. Так как я была в маленьком совершенно городе, 50 тысяч населения, первые клиенты у меня оказались онлайн. Это вот сейчас онлайн сильно распространено. Первый клиент у меня был из Москвы. Как ни странно, мы ему поставили систему отдела продаж. Потом пошли сибиряки, и тогда был еще скайп. И в основном было по голосу, видео редко включали, потому что интернет был не такой, как сейчас. И когда пришла пандемия, было очень легко. На самом деле, как ни странно, у нас именно в период пандемии классные такие проекты, потому что, когда остальные разбираются, как перейти онлайн, вот тут уже было настроено, работала команда, все было хорошо. Тогда, когда я ушла в консалтинг, не появилось больше людей, я стала интересоваться психологией, и начала искать момент, ну, помнил уже, Эрик Сморков. Я съездила с Владимиром Виноградовым, это Москва, в Синтон, немножко получилось. Потом пришла в Казань, оказалась там классной, тренер. Оксана знает Бориса Салихова, он у нас тоже. У нас тоже учился. Да. И потом, как-то вот таким образом, нашла Ричард и Оксану. Я была у них онлайн. Я зацепила ее передаче. Да, она лидерство, Оля, пришла к нам. Кофту. Было очень интересно. И у меня все время было желание оказаться на путешествие Героя. Пожалуйста, не шепчитесь, мне очень мешает. Правда, я сильно хочу слышать Ольгу. Очень хотелось оказаться на путешествие Героя, но оно никак не складывалось, и мне все что-то мешало. А сегодня я вдруг поняла, что, ну, наверное, все было правильно. Потому что сейчас, когда я стою здесь, я понимаю, если взять вот тут путешествие Героя, у меня наступило время давать дар, по-казану. И я всю жизнь любила писать и рассказывать, сочинять историю. Мне это очень давилось. И в какой-то момент прозвало, ну, первая книга была более профессиональная, она онлайн продается, это про продажи. То есть, когда тебе надоедает вести какой-то тренинг, ты думаешь, что делать-то, вот неохота. Думаю, чтобы осталось. Уберешь фишечку, не что, и выкладываешь. Кто-то там покупает. То есть, я вообще не занималась никаким маркетингом, ничем, но что бы было. Этой мне осталось, когда меня спрашивают, вообще, чем вы занимаетесь, я обычно зависаю. Сейчас я нашла классную фразу, я веду проектную деятельность. Потому что, если перечислять все навыки, которые есть, это занимает долгую жизнь. И я думаю, а проектная деятельность, это непонятно так, вот люди делают незначительное лицо, типа, я понял, и все вопросы отпадают. Я, по-моему, долго рассказывала, Татьяне, чем занимаетесь, и потом она сказала, да, да, проектная деятельность. И сейчас я здесь еще для того, чтобы представить мой проект. Это затянуло идея вообще очень сильно. Одиннадцать лет назад, одиннадцать лет назад, я влюбилась в ручные пумызи. Это такая шикарная вещь. Я, наверное, могу рассказывать не просто часами, я могу рассказывать об этом сутками. Серьезно. И мы путешествуем с тремя моим подружками. Все Оли. У нас сутки говорят, три. Три Оли. Да, три. И как-то, возвращаясь из Перми, одна из-за и сказала, слушайте, вот мы столько путешествуем, забывается же все. Ну, хорошо бы взять и записать это. А там получилось так, что был такой момент, где-то часа два, делать было нечего. Мы лежали на кроватях, я говорю, о, включаешь смолцо, и начало наговаривать. Ну, сейчас наговариваю, они их охотали, потому что это было весело. Они говорят, ну, все, теперь ты обязана. Все, ты будешь писать книгу. Я думаю, ну, конечно, конечно, да. Через какое-то время я зашла, значит, на Google Диск, но в принципе это неплохо. Я взяла, значит, испечатала, отнесла директора турагентства, от которого мы все время покупаем. Тура, я посмотрела, слушай, это интересно, это даже будет интересно менеджерам по продажам, потому что они забывают многие вещи. Тем более, здесь рассказано о виде истории. Ну, то есть, это не как путеводитель. Когда мне спрашивают, что это? Я говорю, это микс путеводителя с веселыми историями. И там все перекликается. Потом я обнаглела. Я записала, значит... Такой этап путешествия героя. Потом я обнаглела. Я записалась так вот, на Кос там была, или на Гусинской. Мне было важно понять, не как писать книги. Я там была абсолютно уверена, что все хорошо. Вот. Но мне было нужно понять, как взаимодействовать с издательствами. Ну, то есть, нужно понимать, как они думают. Да. Там своя специфика. Меня сильно удивила. Они до сих пор не пользуются электронными... Ну, все перешли на электронную подпись. Им нужно обязательно бумажный вариант. Это шок. Вот честно. Вот у них такая достарина такая. И мне нужно было понять, как думать. И как организованы продажи в сетях. Там, кстати, тоже, если смотреть с точки зрения консалдинга, там дорабатываются, дорабатываются. Они все причастны, что-то не нужно. Слушайте. На самом деле, все не так. Они тоже посмотрели, сказали, слушайте, интересно, но когда тебе говорят в XMO, ты думаешь, зачем? Восибирь. И ты начинаешь в XMO писать. Но там я допустила ошибку, это потом мне объяснили. Если говорит XMO, то нужно, ну, написать, там, не знаю, в течение трех недель отправить. А мне это и не делай. Так обычно говорят. Я это отложила. И когда я отправила потом, мне сказали, ну, знаете, в планах мы вас можем поставить на 25-й год. Какой 25-й год? Да. Да тут еще дожить надо. Я думаю, хорошо, но написано журналист. Думаю, пойду искать издательство. А я стала искать. И наконец-то нашло классное издательство. Оказалось, у него в Малейшей Республике. Первые три минуты, когда мы начали разговаривать с директором, я поняла, что вот, вот это они. И не ошиблась абсолютно. Ну, я, соответственно, вложилась, взяла денежку, сказала, мы ее рассчитали. И вышла вот такая книжечка. Она в этом году была представлена на книжном фестивале «Красная площадь». Очень удачно представлена. Это... И самое смешное получилось, что вообще оказалось опять, что я вышла с ней сильно неудачно. В каком отношении? Они задержали производство, и она появилась в мае. Что такое мае в триггах? С мая у них начинается не сезон. Не сезон. Да, начинается не сезон, как лои, начинает срабатывать, но в октябре месяце у них запускается нормальная продажа. Меня пожалели, сказали, ну, мы сразу вам не сказали, вы же деньги принесли. Молодцы. Да нет, я шучу, они классные на самом деле. Они тоже предлагали, ну, давайте, нам понравилась ваша рукопись, давайте мы попробуем как-то по-другому, что-то еще. Я говорю, я хочу сейчас, и все. Мне очень хотелось, чтобы книга была веселая, и она каждый раз вот напоминала о лете, о радости. Вот саму обложку сделали лен, чтобы была такая шероховатость, знаете, чтобы ты трогал когда, и ты ощущал немножечко песочка. Мне хотелось, чтобы волны, как губы, целовали. да, это обязательно. Мне хотелось очень много солнца, ну, конечно, белый теплоход, и мне хотелось, чтобы каждый, кто читал, он не просто книжку приобретал, он приобретал эликсирно-строенный, поэтому так и первое идет, записки теплоходных эликсирно-строенный. Так как теплоход белый, я не стала экономить на бумаге и решила, что бумага должна быть белая, обязательно, он же белый теплоход. Это чистота наших умыслов. Это наши смелые мечты. И, конечно, хотелось бы, чтобы читатели вот такой маленький корабли на каждом развороте встречали. Мне хотелось сюрпризов, и поэтому сделано было так, что здесь спрятаны QR-коды с виртуальными 3DX, с виртуальными 3DX. То есть, можно зайти. А здесь веселая история, это точно. Здесь про любовь. Ну, как без любви-то? Здесь есть великолепная история любви одна, которая, вот, вы прочитаете, поймете. Говорят, мужчина должен бревианта дарить машину и прочее. Мужчина иногда может подарить такой вид, когда ты выходишь, а там сердце. У нас в России есть такое место, причем в маленьком городке. это надо выбрать для своей любимой места, чтобы построить там поместье. И выбрать так, чтобы любимая вышла и видела это сердце. Здесь такая история. Там же он не знал, это до революции происходило, не знал, откуда приедет любимая. и поэтому он высадил две лиственничные аллеи, которые одна вела к миге, а другая к сухопутному пути. Знаете, почему? Потому что он не знал, откуда она приедет. Представляете? Сейчас сохранилось 400 лиственниц. Это уникальное место, где я больше не умею. и дальше традиционное время, чтобы, если милая приедет вечером, она спокойно дошла до места, в двух аллеях эти были зажжены свечи и керосиновые лампы. Представляете, какая романтика? Тут есть еще история любви для лиц серебряного возраста. В этом время нужно. А есть совершенно такие прикольные вещи, которые заставляют смеяться. Вот кто читал, он смеется. Потому что много не суразиц, но это все из жизни. И когда мои девочки тоже перечитывали, они говорят, слушай, ну что ж ты правду напишешь? Ну как ты? Есть, конечно, помощь для туристов будущих теплоходников. Кстати, кто никогда не ходил в круизы? Есть такие? Да. Я вам завидую, знаете почему? Потому что вы такой мир откроете. Я не представляю их. Есть кто-то ходил в круизы? отлично. Мы с вами на одной волне. Вообще на одной волне. Это же здорово. А мы хотим через год быть тоже на одной волне столько, что встретились и сказали Давайте вместе в круиз поедем Раньше всегда было модно Семинар проводить Самый первый семинар Ричард в России Он провел декадник Макаров организовал ППЛ декадник Они плавали на теплоходе Из Красноярска в Дудинку В круиз по Енисею Они плыли В команде преподавателей Я тоже хотела Мы когда в Красноярске преподавали Мы же обсуждали Сегодня Оля мне дала два сайта Круизных Как вы понимаете Раз я интересуюсь психологией Я же не могла это пропустить Здесь есть Хорошая техника Показана в таком варианте В простом абсолютно Я вообще люблю простую Как можно изменить убеждения И вообще объясню механизм формирования убеждений и изменений Кому интересно посмотрите Причем она спрятанная Видишь Напоминается, конечно, то объяснение Но когда ты читаешь Нас спрятаны Она точно рабочая Проверенная Есть еще такой момент Когда я подписываю Обычно я прошу загадать желание Почему? Потому что уже проверено Что желание Бывается Серьезно Это такой талисман Это такой подарок Сувенир И я получаю Туже обратную связь Когда мне пишут Оля, ты знаешь Мы шли на теплоходе Мы читали твою книжку И сравнивали твои впечатления Наши Класс вообще То есть Такие Интересные сообщения Либо человек Который мне написал Мне был очень приятно Человек Который объездил весь мир Ну вот удивить В общем-то нечем Единственное Круизов не было Она пишет Я не написала В час ночи Просто не хотела будить Зараза Ты такая Теперь я хожу Ночу на теплоход Сейчас у меня Дописывается Вторая книжка В запуске Третья Потому что я увлеклась Это не просто Это повествование Уже о путешествиях Это гораздо больше Я работаю сейчас С музеями Мне это интересно Кстати Вот для тех Кто продажами Занимается маркетингом Дали рекламный листок 1913 года Там такой маркетинг Который нам прислали Там так классно Все продано Все Ну повторяем Я разговаривала С регистром Кстати Знаете Что такое Регистр Это человек Без подписи Которого Ни один Трабль Ни один Теклокод Не видел Он отвечает Консуль И запас Я разговаривала С собственителями С главными инженерами Которые строят Вот мне просто интересно Я погрузилась В эту тему Вообще Очень хорошо И мне реально интересно Могу сказать точно Что книга Хорошо стартанула Неожиданно Причем Это не сезон И я считаю Что Этот проект Имеет Место быть Я хочу развивать А вообще Я хочу Выпустить еще Книжки Потому что У меня 15 лет Лежат детские Рассказы Сейчас их издательство И вот в работу То есть Сейчас я вытаскиваю Из своих закормов Все что я написала раньше К сожалению Часть рукописного Терялась Да Что-то восстанавливаю Я увлеклась этим Это Очень драйвово Я поняла Что Я в принципе Всегда отдыхала Вот весь этот драйв Все это Хорошее настроение Все это Везучее С чем-то Я вот прямо Вталкиваю сюда И Мне очень хочется Чтобы в мире Было больше Улыбающихся людей Чтобы мы все Путешествовали Наслаждаясь Жизнью И жили Тут Лоб Спасибо Ольга Мы пошла В нашу поддержку Всем книгам И творчеству Так Для творческих людей Кроме того Я же не могу сидеть На месте Ну да У меня Треть Так Два года Уже прошло Всероссийский Онлайн От фестиваля Верхворческих людей Это по России У нас От Калининграда До Кутбурского района Край Ну думаю Еще Участвуют То есть Я нахожусь Мы отправляем Реальные подарки А не дипломы Как сейчас принято За которые Нужно еще Кладить Ножи Ну то есть Все это поставлено Сейчас идет Конкурс Лето Время путешествий Открыли Совершенно Недавно Группу Ну то есть У меня все это Затянуло И недавно Я стала еще Говорить Что я еще Общественный Деятель Поэтому Интересно Самое Захватить Сувенир Подходите На всех Вряд Я уже Заняла Я уже Заняла Коля Скажи Пожалуйста Еще С какими Вопросами Или с чем Можно к тебе Обратиться За помощью За консультацией И так далее Ну про конкурс Я сказала Да Если Интересует Вот Как сказать Написание Отменив Коунца Кому Интересует Хочет написать Синюху Можете Принять На консультации Сейчас Я уже Понимаю Как выстроить И маркетинг И продажи И прочее Ну то есть Это уже Из практики Аликутер Рассказал Да Как вот Эти такие моменты Кто знает Может пригодится Да Как вообще Начинать В какое время Маркетинг Кому обращаться Какая реклама Ручья Работает На начальном Этапе Когда ты Известна Когда ты Неизвестна Ну вот Эти все Нюансы Мало Потому что Я училась Но еще И Консалтинг Если интересно Работаю Скажу Сразу Либо Стартап Либо Сейчас Ушли Либо Стартап Либо Те Кто Ну вот Мы умрем А нам Последний Шанс Ну вот Чаще всего Так И вот Таких Вытягиваю И там Как раз Нужна Коучинговая Работа Где помогает Севинопсихология Потому что Работаешь Не просто С владельцем А с его Командой Ну там Все Входит Там И подбор Персонал Но вообще Все Полный Спектр Это Дело Дальше Ну Есть Моменты Консультаций Да Но чаще Сего Это Самое Смешное Мне Удобно Даже Разговаривать Вести Консультацию С закрытыми Грузами Наверное Привычка Почему-то я лучше чувствую человека Визуал Мне почему-то мешает Ну Конкретно Вроде бы Как у меня получается Неплохо Гипноз Ну По крайней мере Так Говорили Конкретно Борис Алих Мне сильно ругал Зачем Я этим занимаюсь Группом Ну Как-то Вот Мне Интереснее Работать С целями Вот Там Где Целеполагание Я хочу Достивиться Короткий Период Вот Туда Да Семейно Не ко мне Дети Не ко мне Наверное Потому что У меня Хорошая Тренировка На менеджерах По продажах И по продажам На руководителя Это более близко Мы друг друга Понимаем Вот И Были смешные Истории Когда У менеджера Убираешь Одну психологическую Проблему У него продажа Просто взлетает Вот Такой Ну Потому что Там было Например Отношение С родителем Материнский Запрет Он работает Работает А не может Поднять продаж Ты Нашел Убрал И все Он взлетел И пошел Пошел И остальное Вот так Последится Всех люблю Здесь у меня Есть Личная Значит Страничка Есть попытка Сейчас вести Ютуб канал Ну Все такое Вот Все в развитии Все в развитии Да Открыто Любым Новым Проектом А мне интересно Я не знаю Как это все Строит Но Я думаю Что это все Встраивается Как-то непонятно И все это Получается Органично Органично Удивительно Находится Огромное количество Крутых людей Это вот Просто Я когда вас Слушала Кстати Вот пример В этой беседке А вообще На мой взгляд Каждый человек Это такая Вселенная Но просто У меня был Когда-то Опыт Ну Прикольный Такой Взять Интервью Вот У самого Простого Человека Слез И на заводе Ну Казалось бы Он вообще Ничем не интересуется А он Пришел Домой Телевизор И ты Начинаешь С ним Разговаривать Начинаешь Смотреть Эту Родословную И все Такое И обалдеваешь От Мудрости Этого Человека Боюсь Об этом Сказать И мне Интересны Люди Вообще И сейчас Я считаю Что вот Пришло Мое время Когда Нужно Пронесить Свой Дар Люди Этим Люди Люди Любовь Должна Целить Любовь Да Меня зовут Каков Егландиева У меня Вся Жизнь Моя Мне кажется Как раз Путешествие Героя Родилась Я в Германии Вроде Дрезден Папа Военный И она У меня Покатилась Жизнь Так Что я В одном Городе Больше 10 Плюс Лет Не Жила В Дальнем Востоке Потом Хабаровск Отпуска Область И Сейчас Петербург Так как Она у меня Такая Жизнь Она Видимо Меня И Вот так Вот Все Время Я увлекалась Всегда Много Чем Никогда Не Увлекалась Чем Одним Если Танцы То Про По Стопам Папа Пойти Военное Училище Я училась Девочкой Которой Папа Был Начальником Этого Института Меня Забраковали Именно По здоровью Варикоз На психолога Вообще Понятия Психолога Для меня Нет И пошла Я В 97 Пошла Учиться На психолога И В 2002 Я Стала Прекламирована Психологом Но Мне это так Заблекло Я же Все время Я увлекаюсь В первом курсе Я так Увлекалась На втором курсе Там Студенческий Какой-то Сделала Кружок И уже Меня Педагог Ставила И обвела Какие-то Семинары Там Еще Что-то Но Мне Это было Мало И пошла Работать Уже Психологом Я работала 17 лет Но работала Сначала В детском доме Очень мало Почти 5 лет Сколько училась Сколько у них Работала И вот это Все мне Как-то Нравилось Нравилось После института Я тут Как-то Быстро Вышла Замуж Родила Ребенка Мне тут Уже Звонят Ту Ребенку Годи Ко мне Знать Надо Психолога Срочно Ты же Такой Активист Иди Работай С Маме Тут же Петербург Мне на обучение Ребенку Там Год и три Я уже Два раза Слетала В Петербург На обучение В общем У меня такая Все время Жесть Такая Активная Активная Потом В Хабаровске Получилось Что Вода Очень была Плохая Ребенок Маленький У меня Развод Мама Говорит Ну что Поехали Папе На родину В Иргутскую Область Ну на родину Так На родину Папе Все Переехали С кемоданом Всегда Чуть Десять лет В одном городе В другой Ну Что делать Психологов Так Так Сет 2000 Какой-то Год В Ахмат В 2006 И я пошла В индивидуальное Предпринимательство Помогать брату Предпринимательство Поднимали С нуля Фирму И знаю Теперь Все про строительство Про эти Трупы Сантехника Электричество Что такое Не знаю Строительные магазины Были Как этот ДВП Там Что там Они Что только Не знала Как Мебель Делать производство Я всего Это выучила Потом Что-то Мне стало Не хватать Потому что Юриста Закончила Сметное Дело Выучила Потому что Нужно было Проекты Закрывать Сметные Всего Выучила И поняла Что Мне это Как-то Уже Стало Напоедать Мне неинтересно Отношения С братом Уже Стали Накуляться Я уже Все Выучилась Но Тут У меня Опять Второй Не клеится Что-то У меня Как-то С отношениями Это Надо Заниматься С собой И я Пошла В сексуальное Образование Два года Занималась Сексуальным Образованием Ну и Вот Мое чудо Я уже Стелла За это Время Попасть Я Была В Израиле У меня Сколько Всяких Разных Грузей Появилось Ну и Вот Я даже Объездные Отношения Зашла На год И Потом Встретила Своего Человека Который Жив В Петербурге И он Меня Оттуда Сибири Забрал В Петербурге У меня Все Отлично Мы Сыгрались С ним Расписались И я Даже Это Третья Асфальда Ну это Получится Официально Вторая Асфальда Я Поменяла Фамилию Ровно Через 21 год Поменяла Фамилию Через 21 год Ровно Я опять Меняла Фамилию Ты что Сумасшедшая Опять Меня Фамилию Я Говорю Ну вот Я решила Что Это Вот У меня Все Я Очень Счастлива С этим Человеком Я Наконец Таки Поняла Что В Отношениях Надо То есть Столько Лет Прошло И Я Наконец Таких Выстро Наконец Я Я Поняла Что Я Хочу Опять Психологию Что Тогда Психология Она Пришла Ко мне Не случайно Что Она Меня Нашла Хотя Училась Там У нее Вюридический Я Сговорю Чего Ты Понял Звучит И Я Стала Опять Эти Психологию Своих Ученок Спрашивайте Тех Психолог Уже Там Работают Иди Там Сейчас У нас Психология За 20 лет Знаешь Сколько Активный Вместе Ну Все Я Пошла Изучать Изучать Все Обратно Изучаю И тут Я же Параллельно Работаю В бизнесе И мой Один из Учредителей Я Прошла Зеркальный Неродок И я Смотрю Что-то Как-то Учредитель Не очень Это мой Кейс Наверное Я Ему Такая Давай Давайте Сессию Провожу Ну Давай Провожу Несколько Сессий И в итоге У меня Руководитель Говорит Не бизнесмен Я же Всю жизнь Только Продажами Занимался Я Продажник И пошел В Газпром Устроился На хорошую Тулу В общем Мы поняли С какими Вопросами Нужно Обращаться К Любови Я такой Мотиватор Ты Ты Такой Мотиватор Я такая Да Я Упердился Я такая Пошел Я учусь На коучах Мы Сейчас На коучах Пошла Что там На курсы По коучингу Надо Себе В этом Направлении Ну Думай Давайте Пошли к вам Учиться Потому что Мне эта тема Тоже нравится Раз я себя Смогла Да С какими Вопросами Мы можем Обратиться К тебе Чем ты можешь Помочь Ко мне Сейчас я уже Веду Частную практику Ко мне Не обращаются Обращаются В основном Либо с личностными Проблемами Либо все же Девочки Которых Семейные Проблемы Ко мне Очень много Обращаются Деноких Девочек С которыми Я им Что-то Солила Ну Это вопросы Например В области Например Сексуальной Жизни В области Консультирования По строительству Какие Сферы Конечно Сейчас я стараюсь Ну то что стараюсь Я же себя Вон Не Вон Начала Возвращаться Меня поддержать Мы все Подпишемся Все друг Подруга Подпишемся Развиваться Будем Ко мне Обращаются Сейчас Кто через Онлайн Кто так Ко мне Обращаются Именно Что Либо Ну и Такие Которые Как Мой Руководитель Я тоже Думаю Что Коучинг Красадные Будут Потому что Эти люди У них Все сферы Западают Они просто Так Они как бы Зависают Эти люди И они Зависают Они знают Куда Эти Коучинг И науки Помогают Так что Я хочу Развиваться И теперь Наконец Мне кажется Я Поняла В каком направлении Я хочу Идти в глубину Я наконец Так Распановилась И уже Полтора года Я Иду туда В глубину Я изучила Уже ведическую Психологию Мне так уж Погравилась Именно Глубина Психологии Потому что Такого На курсе Моему Когда я Училась Не давали Тело Глубое тело Томкое тело Это же не дают Выступ А вот это Так интересно С этой точки зрения Потом консультировать Людей Свою еще Фишку Я Тоже Попробовать Я думаю Что я уже Нашла Какую-то Ну развиваю Развиваю Я буду развиваться Всегда Судя по мне Я буду учиться Всегда Я в семье Говорю Что в семье Учусь Одна я Потому что Дочь младшая Вообще Нежно Сказала У тебя старшая Отличность И в этом году Моя душе Старшая Закончила бакалавра Поздравляем Ура Спасибо Любовь Все впереди Спасибо Здорово Так Выбирай Наталью Убирай Давай Нас надо своих Поддержать Саможел Друзья У нас Я очень коротко Расскажу Поэтому Не буду сильно Много занимать Внимание Коротко Но при этом Хочется послушать Потому что Все же выступили У меня здесь происходит Этапами Сегодня Может тоже Видели У меня Все время Идет этап Меняются Города Семьи И так далее В начале Своего образования Я Дизайнер Конструктор Дизайнер И проработала С детской одеждой Очень много Дошла до Определенной Должности При этом Я рисовала Тогда Этап Закончился Поменял свой город Я начала Заново Ушла Юридическая Плюс Недвижимость Очень много Лет занималась Недвижимостью Ну и занимаюсь Еще конечно Плюс Юридически Там я Очень понравилась Сфера Адаптологии И чем Меня сейчас Заинтересовало Прожила Достаточно Долгое Времени Там С маленького В Омске Много лет Вот Четыре с половиной Года назад Переехали В Москву Сейчас В Москве Ну Я так же Занимаюсь Движимостью Плюс Год назад Благодаря Близкому Очень Человеку Я занимаюсь Астрологией Благодаря Ей Я здесь Потому что Почему Начала заниматься Я очень сильно Разобралась В себе Мне это Очень помогло Мне захотелось Это сделать Профессионально И плюс Параллельно Пошла Психология Вот так как Я не знала Где я хочу Себе видеть Психология Меня Минна Собрала И сказала Ты едешь сюда Вот Ну там Опуская этапы Своей жизни Приостановилась Но сейчас Все равно Я еду сюда Благодаря Здесь Я очень Вот девушка Сидящая У нас Кэт Мы Сегодня Прям с ней Я структурщик Такой Я люблю Когда мне Очень структурировано И мы с ней Посидев Мы Очень сильно Она мне помогла Я разбила Что я хочу Потому что Я хотела То и то Остались Сейчас Два Этапа Мы С ней Решили Артур Вы мешаете Извините Человек разговаривает Перед вами Ну Меня это Очень вдохновило Поэтому я знаю Что я хочу В психологии Ну я думаю Это будет Мой третий Этап жизни А Соответственно Когда я еще Была С недвижимостью Когда была В Омске Я занималась Дизайном Квартир Мне очень нравилось Ну мы делали Организовывали Сами Мы Пали Делали Просто Ну это было Шикарно Художественное образование Есть Школа Есть Мне это Очень нравилось Но в Москве Это конечно Сложно делать Поэтому Может быть Я думаю Что у меня Начался Третий Этап Я думаю Мне все это Благодаря Ричарду Я Пошла дальше Но я думаю У меня все дальше Получится Мы послали Нашу поддержку Астрология Наташ Нашу поддержку Это мы Третий Этап Спасибо Всем Спасибо 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 большое У нас девочка такая есть Она очень талантливая Сплю рядом Но мне с ней С таким разницей В возрасте Мне с ней Очень интересно Поверьте Наташа Единственное добавить С чем обратиться В психологии С ромби Чем можешь помочь нам Астрологией Занимаюсь плотно Ну Да Концультировать То же самое направление Концультация по астрологии Я так же занимаюсь в Москве Люблю Очень быстро ее Как бы узнала Ну как не настолько Конечно Но Если кому-то что-то нужно Недвижимость Астрология Москва Москва Да И психология Тоже Уже Спасибо Мы тоже любим Мечей Здравствуйте всем Еще раз Меня зовут Аня Мне 27 лет Исполнилось Недавно Вот Моя история Начиналась с того Что В классе В девятом Я Дикой любовью Полюбила химию И Бесконечно Сильно Влюбилась В этот предмет И Тогда я решила Что я буду поступать В медицинский Потому что Туда нужна химия Ну и как бы У меня потомственная Была семья медиков И как бы Я вроде бы Продолжала Весь этот род Я положила Два года Очень интенсивного Обучения На то Чтобы поступить В медицинский Вуз И Спустя Пару лет Обучения В этом Вузе Я начала Смотреть на то Как Работает Моя мать В телесной терапии И Те Вопросы С которыми Люди приходят К хирургу Чтобы вырезать Что-то Или что-то Как-то Ну Просто Отрезать Реально у людей Что Эти вопросы Решаются Там Курсом Из 10 сеансов Просто Лежа На кушетке Просто С телесной Работой С психологией Я смотрела На все это И думала Нафига Я буду идти Лечить Последствия Когда мы можем Лечить причину Во-первых Чтобы этого Не случалось В принципе Чтобы тело Было Здоровым Хотящим жить И без Каких-то Саморазрушающихся Механизмов Вот И тем более Есть Какие-то Абсолютно Другие Алгоритмы Которые Могут Не Внедряя Вот именно Все это Излечивать Тело И Приводить Его В Хорошее Состояние И Значит Таким образом Я ушла Из медицины В психологию Я поступила На психолога Практически В первый 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 Один Один Из Первых Моих Семинаров Был По-моему Цен Тоже У Ричарда С Оксаной Вот И На протяжении Этих Пяти лет Которые Я училась В университете Я изучала Очень Разное Количество И Всякие Модальности Которые Сейчас Потихоньку Так или иначе Внедряю В работу Потому Что Как я уже Говорила Люди Приходят Разные И Получилось Так Что Действительно Телесная Терапия Стала Для меня Каким-то Основным Механизмом Тот Момент Когда Действительно Приходит Человек И Мне Ничего Не Нужно Придумать Что Это Происходит Абсолютнейшее Состояние Какого-то Потока Ты уходишь В какое-то Непонятное Состояние Невозможное Просто В какой-то Другой Мир Ты улетаешь Ты Начинаешь Все Видеть Все Чувствовать Ты Говоришь Человек Да Да Ты Говоришь Что Тут Да Да Сделаем Да Да И После Этого Естественно Пока Я училась На психолога Я думала О том Что У меня Нету Диплома Чем Я могу Заниматься И Я Начала Заниматься Массажами И Потихоньку Начала Совмещать Это Все Дело С Телесной Терапией Вот И В этом Году Я решила Поскольку Поскольку Неделю Назад Практически У меня Был Защищен Диплом То есть Я дипломирована Психолог Секрет Ура Погнали Потихоньку Отходить От массажа И оставлять Только Телесную Терапию Как Возможный Вариант Вот Но В данный Момент Действительно Есть Такая Опция В этом Году Еще Это Массаж Телесной Терапии Который Длится Там Около Двух Часов Примерно Может Чуть Меньше Вот И Это Наверное На данный Момент Один Из моих Продуктов Которыми Я действительно Очень сильно Горжусь Потому что После него Люди Выходят В абсолютно Обновленном Состоянии Такие отзывы Как на него Я получала Я не получала Ни на что В городе Екатеринбург Куда приехать Да Здесь Можно успеть Можно здесь Успеть Пока Еще Сейчас Здесь Там Есть У меня У меня Более Клиенты Которые Просили Оформить Вылет На дом У меня Диплом Я пока Не могу При всем Своем Желании Вот В ближайшее Время У меня Еще Сейчас Тоже Идет Изучение Курса По Сексологии Который Я тоже Планирую Закончить В ближайшее Время И тоже Разбираться В этой Сфере Ну И вот Наверное Все Класс Спасибо Аня Значит Скажи Пожалуйста По каким Вопросам Мы можем К тебе Обратиться Да Ну Да Я думаю Что Телесное Состояние Любой Психологический Вопрос На самом деле Вот Единственное Что Я могу Сориентировать В плане Того Что Если Мы Все Не Коннектимся Я могу Сказать Что У меня С тобой Не Получится Коннекта Что Нужно Посмотреть Другого Человека Для Этого Потому Что Ну Если У меня Идет Коннект С Человеком У нас Все Запросто Получается Если Нет То Тогда Ты Направишь Кому Другого Да Конечно Это С Другого До вечера У тебя Каждый Перерыв И Кому Лагер Дым И Рассказываем Что Мы Проходили По очереди Вот Татьяна Еще Там Оля Левая И Олеся Еще Земфира Земфира Можно Я Самая Последняя Буду Нет Я Может Не Обижайтесь Если Я Кого Не Назвала Ладно Я Всех Хочу Слышать Так Меня зовут Татьяна Фамилия У меня Кумицкая Я Семейный Детский Психолог Первое Образование У меня Инженер Химик Так Судьба Распорядилась Меня за ручку Взяли И привели В психологию Прямо Брямо Смысл Физическое Вот Психологией Я занимаюсь Давно Примерно С 5-6 Лет Когда Сидела И бабушек На лавочке Самое правильное Лучшая школа Практически Ну Профессиональную Деятельность Я начала С 2001 Года Очень Долгое Время Занималась Ребятишками С особенностями В развитии Постепенно Перешла Семейную Психологию Индивидуальную Училась Трансперсональной Психологии Вообще Много Чему Училась Самого Гро Училась Училась У Вайли Училась Все я здесь Вижу Ребята Являюсь Руководителем У меня Психологический Центр Отдар У нас Два Филиала В городе Один У нас Человек Сотрудников У нас Вот так Вот Вот так Да Какой У нас Человек Я из Города Томска Томска А Семь Томска Я из Города Томска Из Научного Центра Сибири Томска Это Конечно Татьяна Спасибо Большое Скажи пожалуйста С чем Можем Обращаться С какими Вопросами С чем Ты можешь Проконсультировать Или совсем Проконсультировать Могу Пожалуйста Я занимаюсь Пэтчворком Могу Проконсультировать По качеству Пэтчворк Это Шитье Из Лоскутков Да Занимаюсь Качество Очень Давно Тоже Очень Люблю Это Седиан Наверное По любому Вопросу Могу Проконсультировать Кроме Сексологии Спасибо Меня зовут Могу Работу В Индивидуальном Подходе С женщинами Вот Чего еще Ну Сюда Наверное Приехала Дальше Масштабировать Расширяться Посылаем Нашу Поддержку К Масштабированию Расширений Я Более Пяти лет Уже В частной Практике Работаю На себя Вот Это Очень Кайфую Вот И Хочется Дальше Становить Еще Более Свободной Не Знаю Вот Много Чего Изучаю Мне Очень Интересно Моя Работа От Которой Я Кайфую Прям Получаю Удовольствие До Ну Прям Круто Вот Я Рада Что Я Нашла Дело Которое Очень Люблю И Продолжаем Им Извелаться Вот 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 Спасибо И Мы Можем Обратиться По Вопросам Психологического Консультирования Правильно Еще Разные Работаю С Семьями С С Как С 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 Много Работаю С Детьми Потому Что С Детьми Это Первое Мое Образование Первое Образование Коррекционный Педагог Вот У меня Который Еще Там Много Разных Дипломов В общем Работаю Но Очень Много Сейчас У меня В Работе Это С С С С С С Если Будет Как Раз По Специализации По С С С С Все Это Мы С Ричард Натай На Спасибо Катя Здорово Какие у нас Классные Специалисты Все Люди Вообще Женя Еще Земфира Женя Олеся Еще Влево Там Прячется Не знаю Будет Или нет Ну Давай Женя А надо Туда Выходить Можно Отсюда Можно Отсюда Да Здесь Тоже Видно Земфир Всем Добрый Вечер Меня Зовут Земфира Я Из Башкирии Нормально Я Не Видела Я Из Башкирии Город Уфа Мы С Ля Ливут Как Живем В Одном Городе Учимся Уже Третий Ключ Заканчиваем Вместе По Первому Образованию Я Филолог Журналист Работала Очень Мало В школе Наверное Года Два После Этого Поступила На Вередический Институт И Проходила Службу В органах Внутренних Дех Лет Пять Наверное Там Проработала Но Работала Штемьми В штабе Инспектором По Анализу Планирования Контролю Когда Уже Дознание Перевели Я Решила Что Это Не Женское Дело Так Как У меня И Муж Работал В этой Системе Два Милиционера Никто Дома Не Живет Я Решила Пойти На Гражданскую Службу Юристом И Работала Юристом В Больших Компаниях В Сфере Государственной Службы Министерства Специалист Исполнитель Скажем так Работая В Один Момент Я Поняла Что Денег Мало А у юриста Такой Стол Приходишь И много Много Бумаг И ты Там Живешь Ты Ничего Не Видишь Какое-то Выгорание Произошло И я Себе Задала Вопрос Что Я Больше Так Не Могу Зарплату Дают Очень Маленькую Работу Дают Большую И В Один Момент Решила Заняться Бизнесом Без Копейки Денег Без Опыта Навыка На Себя Не Работа Мне Наверное Тридцать Чем-то Лет Было Ребенок У меня Уже Был Я Была Замужем Я Начала Бизнес С Нуля И Довольно Таки Хорошо У меня Все Получилось Я Создала Своё Агентство У меня И работники Были Все Было Хорошо Замечательно Но Какой-то Кризисный Перед Я Решила Родить Второго Ребенка Тогда С Моим Бизнесом Как-то Не Совсем Стало Хорошо Как-то Работники Куда-то Подевались Но Тем не менее Через Какое-то Время Я Эту Деятельность Продолжала И Пошла В сферу Недвижимости В сфере Недвижимости Проработала Лет 18 Достигла Я думаю Что Очень Хороших Результатов Потому Что Если Брать Сейчас Когда Достижения Говорят Я Сама Сейчас Сижу Думаю Да Никто Не Задумывалась Инвестирование Тоже Как бы У меня Есть У самой Если Я За Последние Десять Лет Себе 15 Квартир Купила Лично И Как-то Реализовала Как-то Это Достижение Просто Цифры Звучат Да Представляете За этими Цифрами Что Происходило Достижение В Солнце Надо Было Начинать Брак Был Неудачный Считаю Я Но Теперь С другой Сторон Он Положительный Вот В этом Браке Мне Не Давали То Что Я Хотела Сделать Как Только Я Развелась Я Все Осуществила То Что Я Хотела Бывают Такие Вещи Да Но Ничто Наверное Не бывает Бесследно В какой-то Момент Я Чувствовала Идет Уже Выгорание То Я Мало Отдыхала Очень Много Работала Работала И Когда Человек Не Отдыхает Ресурсы Заканчиваются И В какой-то Момент Когда Ресурсов Не Было Я Очень Большую Ошибку Совершила Будучи Какие-то Суммы Денег Которые Я Не Могла Себя Никак Простить Я Пилу Включила Я С утра До Вечера Себя Пилила Хотя Я Эти Деньги Уже И Заработала И Принесла Больше Но Не Могла И Настолько Стало Пусто Депрессивно И Я Понимаю Что Я Так Дальше Жить Не Могу Я Вот Этот Случай Забыть Не Смогу Потому Что Я Себе Ошибаться Никогда Не Позволяла И Этот Случай Меня Забросило В психологию Я Думаю Хоть Куда Мне Пойти Хоть Куда И У нас В нашем Дорде Есть Педагогический Институт Я Там Пошла Сама Не Понимая Что Такое Семейная Психология Первые Вторые Модули Ну Я Думаю Наверное Надо Год Закончился Смотрю Что-то Меня Это Заинтересовало Свою Работу Продолжаю Работать Пошла На курсы Коучинга С Ляли Мы Учились Закончила Думаю Все Не Хватает Чем Больше Учишься Вроде Пошли Транзактный Анализ Закончили На Психосоматику Тут Оказалось И Много 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 Хочется Учиться Я Мама Двух Девочек В Разводе Планирую Когда Ну Лет Наверное Через Пять Полностью Перейти А пока Сижу На Двух Стульях И Там И Тут Мало Консультирую Когда Консультирую Говорят Результаты Хорошие Люблю Работать С Психологами Они Такие Осознанные Они Сразу Говорят Ой Как Ты Классно Ведешь Я Сижу Как Я Так Веду Все Проработалось Так Что Ну Вопросы Разные Вали Ушка Как Психологу То Что Мы Учились Приходили Не В сфере Психологии С чем Мы Можем Обратиться Из Других Сфер Экспертности Купить Хоть Одну Квартиру Это Желыш Линия Я Желаю Подсказку Сказала Без Ипотеки Это Возможно Все Возможно Да Ладно Все По Моему Здесь Уже На Мастер Класс Мы Набрали Мы С Мы Можем Объединиться Просто Я Этого Не Говорила Мы Тоже Вы Упаем И Тоже И Мы С С Тему Не Обсуждали Коллаборейшн Пошел Уже Молодцы Спасибо Спасибо Демфира Передаю У нас Оля У нас Еще Олеся Женя И Лео Если Он Захочет Конечно И Оля И Оля Артур И Оля Ну Артур Пошел Спать Так Ну Кто У нас Будет Евгения Давайте Меня зовут Евгения Время Уже Позднее Поэтому Я Не Буду Рассказывать Долгих Польших Историй В Медицине Я С Трехлетнего Возраста Я Наверное Родилась Медиком Все Мои Игры Были Связаны Во Врача То есть Ну То есть Это Вообще Все С Шестого Семного Класса Занялась Малая Академия Наук То есть Это Было Уже Посещение Вузов И так Далее Путь у меня Очень Очень Сложный Так же Как Кто-то Тут Уже Рассказывал Что Придя Классическую Медицину Ты понимаешь Что Не все Так Просто И Что Вся Медицина Классическая Она Лечит Вследствие Но Никогда Не идет Причин Даже Постановка Диагнозов И так Далее Все Это Очень Стало Напрягать Потому Что В медицине Классической Очень быстро Происходит Профессиональное Выгорание И Я ушла Ну Так Скажем Что В массажах Я С 2004 Года То есть Параллельно Параллельно Наслаивались Различные Техники Потом Пришло Изучение Психосоматики В итальянской Школе Детской Дальше Дальше Какие-то Курсы Тренинги Я ушла В остеопатию Что Мне Семь Брать Наверное Лет 8 Назад Может Быть Вот Остеопатия Мануальные Практики Ну Там Очень Много Всех Различных Техник То Я Сейчас Наверное Не Спол И Просто Даже Работа Остеопатии Ты Понимаешь Что У Человека Нет Органических Изменений В теле С помощью Исследований То есть Человек Изобретал Что Болит Там Органику Ты В этом Не Видишь И Ты Начинаешь Копаться То есть Искать Причину Оказывается Что Да Сейчас Человек Находится В депрессии И Я Принимаю Как Врач Невролог Остеопат Но Очень Тонко Работаю С Помощью Психологических Этихник Потому Постных Структур И Когда Человек Находится Невольно В состоянии Полусна Ему Можно Рассказывать Очень Много Всего Интересного Плюс Конечно Как У Любого Человека Работающего С Тактильно С Телом Есть Очень Большая Чувствительность Зачастую Я Могу Человеку Рассказать Очень Много О Внутреннем Мире О Вплоть До Того Что С С То Что Ну Я Какая Бабка Ванга Вот То есть Они Не понимают Потом Задают Вопросы Там А как Ты Вот Узнала Как Ты Это Узнала А как Вы узнали Что Муж Спит В Другой Комнате Нет Как Нужно Чтобы Он Звала После Жени Сразу К сексологам Отправил Есть Почему Я Здесь Ну Во-первых Очень Большой Привет Красноярску Ачинску Омску У меня муж из Омска Попала Сюда Узнала Об Оксане И Ричарде Потом Как-нибудь Расскажу Как О них Чудно Рассказывают Люди Знающие Из Красноярска Доктора Вот Мы любим Красноярских Докторов У нас там Целокен Да Говорили Когда Я задавала Какие-то Вопросы Мне так Стреляли Говорили Тебе Надо К Ричарду Я В смысле Опять Что Тебе Надо К Ричарду То есть Это А меня Туда Значит Отсылают И Три Года Я Пыталась Попасть И Вся Эта Ситуация В Стране Да С Крымом У нас Определенные Моменты Есть В этом Году Уже Психанула Сказала Все Нету Сил Больше Ждать Надо Ехать Ура Вот И Когда Мне Рекомендовали Советовали Сюда Попасть Мне Рассказывали Что Ты Не Понимаешь Какая Там Атмосфера Это Просто Режаешь Большую Большую Семью В Которую Уютно Комфортно Легко Без Напряжения Ты Получаешь Какие-то Колоссальные Знания И Да Это Действительно Так Пав Сюда Я Понимаю Обстановку Атмосферу Она Очень Классная Почему Именно Приехала Потому Что У Меня Очень Много Различных Проектов Какие-то В голове Какие-то Находятся Даже В Начальной Стадии Вот Но Все Они Начинаются Я такой человек Я загораюсь Вот Сейчас Я сделаю Я могу Творить Полмесяца А потом Наверное Это Не То В В Общем И Наверное Я Здесь За Таким Скажу По-русски Волшебным Пендалем Который Придаст Ускорение И Поможет Этому Всему Развиваться С чем Ко Можно Обратиться С чем Угодно Ну Какие-то Вопросы Запросы Консультации Проблемы Я Поработаю Если Нужно Кто Захочет Есть Такая Практика У Меня Я Люблю Очень Путешествовать И Прием В Каких-то Городах То Меня Примешают Это Какие-то Лензинские Клиники Еще Что-то Я Приезжаю Там Осуществляю Прием Причем У меня Это Происходит В таком Формате Что Не Просто Я Приехала Поработала И Уехала Я Со Всеми Клиентами Остаюсь На Связи Мы Обсуждаем Мы Год Назад Была Мне Присылать Фотографии Особенно Это Дети Потому Что Я Работаю С Детьми От Момента Рождения С Беременными И С Теми Кто Родить Не Может Очень Большой Список И Я Смотрю В Динамике Я Даю Какие-то Рекомендации По Физической Подготовке Еще Как-то То Все Время Мы Становимся Хорошими Друзьями С Теми Людьми Которые Живут В Других Городах Других Регионах Это На Сам Деле Очень Очень Интересно Как Везет Этим Клиентам Посмотри Через Год Их Ведут Смотрят Как У них Дети Растут У меня Приезд В Екатеринбург Но К сожалению В связи С Возможностью Сейчас Выехать Из Крыма Это Очень Проблематично Поэтому Пока Что Я В Ду Степь Отказалась Так А если В Екатеринбург Поедешь То Я Тебе В Омск 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 Меня Тоже Зовет Потому Что Омск Узнал Что Еду В Екатеринбург И Зали Ух Это Так Что Это Тебя Зали У Наш Блад У Наш Блад Конечно На связи Да Я Всегда Только За И Конечно Всех Приглашаю В свой чудный город Севастополь В Крым Кто Приедет Пишите Звоните Покажем Расскажем Разместиться Что-то Как-то Посоветуем Спасибо Большое Вот у нас Уже В Крыму Есть На самом Деле Вот Сейчас Все Начнется Вот Сейчас Мы Все Это Обсудили Открыли Пространство А дальше Начнутся Всякие Идеи Вам Приходите Вы Прям Подходите Обсуждайте Друг с Другом Может что-то И получится Какой-то Коллаборейшн Совместный И так далее Так Не может А получится Не может А получится Сказал Беслан Который Спит почти Уже Мы Это Интересно Видите Хотя Мы уже Знаете Сколько С вами Нетворкинг У нас Три часа Да Олеся Олеся Не Рассказыв Мы Хотим Всех Дослушать Потому Что Это Очень Интересно Олеся Лео Еще Лео Оля Олеся 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 А потом У нас Лео И Лео Так Лео Ты уже не знаешь Куда себя Сустроится Там Постоян Всем Добрый Вечер Еще Раз Я Очень Рада Поднакомиться С вами На самом деле Счастлива Что Нахожусь С вами На мои Слезы Иногда Внимание Не обращайте Просто Очень Максимальный Слишком Я вас Всех Люблю А кто Я Такая Я Маркетолог У меня Два Высших Образования Работаю Как раз По этим Двумышим Образованиям У меня Техническое Экономическое Работаю Я Готовую Данные Для Министерств Для Закладов В Государственной Думе Ну В общем Для Отраслевых Каких-то Заказов То есть У меня Скажем так Больше Отраслевые Заказы В отрасли Для Конкретно Отвесы Наши Роматуры Труброводные Это Первая Моя Работа Недавно Стала Помогать Своим Ростыникам Бизнесе По Второй Работе Догу Сделать Взенную Рекламу В общем Как-то Так У меня Пусто Пасается Работ Еще И мама Мама Двух Мых Деток Вот Любимых Деток Про них Можно Много Говорить Вот Кстати Очень Благодарна Тому Кто Крыл Элечку Дедом Спасибо Огромное Просто Вот реально Отсюда Спасибо Кто это Сделал Она Сейчас Станустит Правда На котельках Огромное Спасибо Вот Она Любит Рисовать Очень Хорошо Рисует Она Любит Петь Выступала В Миринском Театре Вау Ну и про ротучка Немножко Он мне с 6 лет Показывает Необычные способности Было забавно Когда он пришел В первый класс Учительница Первая учительница Он говорила Только учительница По поводу ее Занятий с дочкой В старших классах И рассказывали Что-то про деление клетки Ребенок говорит А я знаю деление клетки Да Молодец А что ты можешь рассказать А вам про миоз Или про митос Рассказать Больше всего В этом ребенке Подравился Сказал У меня нет проблем Когда мы сегодня Светительница Потом Дальше Настал удивлять В летнем возрасте Он уже Попросил у меня Компьютер И Разработал программу Сетевую программу Который Он Заставил Компьютер С нами Здороваться То есть Компьютер Включаешь И компьютер Говорит Привет Как дела Потом Случился Казус Я не уследила Он сломал Майкрософт Чтобы поставить Бизнес-версию Олеся В общем Презентацию Пробудет Из-за себя Из-за Артура Мы уже Присоим Он немножечко Про него Ну Мы поехали Он заметил Что Аристограм Лучше всех Попросил Мама Хочу Туда Говорит Чем Хочу Говорит Про Что-нибудь Такое Рассказать В итоге Выбрал Сам Тему Он Выбрал Строение Клетки По биологии И Рассказывал Там Поехали Туда Он Рассказывал Про Хромосомы ДНК Цитоплазму И так далее В общем Когда мы туда приехали Конечно Они были в шоке Вот Настолько в шоке Что просто Даже не смогли Нам Какой-то Нормальный Номер Подобрать А в итоге Говорит Что вы еще Умеете Он говорит Ну По электричеству Еще умеем Вот Давайте Этот номер В общем Залоплены Мы Сделали Номер По электричеству Он собирал Электрическую схему Представляете Сейчас Он Очень любит Электричество Он просто Готов Часами Обсуждает Все по электричеству Это для него Самая Самая Интересная Тема Если мужчины Как бы Вот Можете Смепогреп Электричество Просто Будут По конечному Багатанцу Мне Смепоговорить У него Смепоговорить У него Смепоговорить У него Смепоговорить Уговоритесь Ребен Сегодня мне Артур Сказал Ты знаешь Что если Крокодил Проглотил Солнце То вы Все еще Его видите Еще Восемь минут Я заценила Как физик Эту шутку Вы Саще Увидит Потом Он меня Дальше Поглазает Удивлять Он Меня Попросил В 8-летнем Возрасте Мама Хочу Заниматься В Академии Есть В Академии Мама Хочу Заниматься Системным Администрированием Ну Мама Конечно Пошла Договариваться А то Просто там С 12 лет С 8-ми лет Не берут Я подхожу К учителю Говорю Мальчик Хороший Возьмите Пожалуйста Хорошо Давайте Приходите А сколько Ему лет Ну Сколько Ну Пробуйте Пожалуйста А мы Не скажем Сначала Попробовали Смотрели Такоса Сначала Это Попробовали До Ельвестис Мне Пишут Скажите Он уже Пришел В этот Рубеж Время Дня Рождения Скажите Правда Правда 9 лет Правда Правда В общем Он Выставили Вне Конкурса Чемпионат World Skills И там Он Среди 15-летних Четверто Или Третье Место Даже Как бы Там Правда Вне Конкурса Но Это Сам Занял Вот Проучился Он Прошел Все Системы Администрирования В том числе Промышленных Подприятий Вот Это про Артура Говорят Понимаете Все Чтобы Пока Ему Не было Олеся В общем Я точно знаю Что К тебе Можно Обратиться С вопросом Как Воспитать И развить Своего Ребенка Максимально Помочь Ему Развить Его Способности Зачем Маме Плакать А еще С такими Вопросами Оксана На самом деле Я Хочела Изначально Поблагодарить Именно Вас С Ричардом Почему Потому что Когда я Первый раз Там Пришла Он еще Был Здесь Он уже Обучался Я Зовню Да Вот И Когда Мы Занимались Вот Он родился И Где-то Три Месяца Начал Что-то Может Пытаться Там Типа Что Какие-то Такие Даже Какие-то Словечки У него Пытались Проскакивать А вообще Было В шоке Строение Клетки Рассказывали В тот момент В общем Все Проходило Очень 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 Какими Достольными Темпами Все Это Очень Быстро Происходило Физика От тебя Видимо Оксана Что Хочу Сказать А в чем Мне Помогают Такие Встречи Как У вас Встречи Ричарда С Оксаной Им Колоссально Хочу Чтобы Мои дети Росли В любви И так И есть Олеся И так И есть Ты Это Сделала Молодец Молодец Моя жизнь Это Воспитание Любови Да Вот То есть Когда Ребенок Видит Что К нему Именно Я не Ору На них Я На них Не Я Не Шлепаю Я Ничего Такого С ним Не Делаю Я Их Люблю Я Люблю И Когда Стоит Мне Только Просто Я С Тобой Не Дружу У Ребенка Ментально Качается Английское Ключение Что Как Это Мама С Медлогим То есть Как Все Он Ментально С Концов На Гре Меняется Поведение И В случае Чтобы Мама Пробежала Дальше С Медлоги Вот На этом Уровне Не На уровне Что Ты Побью Ты Плохой Ты Такой Я Тебя Люблю Мне Не Матники Которые Приходят С Проблемами С С С Рассказывают Про Проблему С Родителями И Я Понимаю Как Не Надо Тебе Что Ещё Мне Нужно Чуть Чтобы Это Не С Делать Это Тоже Очень Важно Знать Как Не Надо Делать Вот Ну Собственно Говоря Финальный Собственно Говоря Аккорд В Одиннадцать Лет Он Разрабатывает Оболочку Линукс Линукс Оболочка Для новой Операционной Системы Своей Которая Построена На Убунту Так Лебёнка Бедился Вот И На Убунту Он Сделал Такую Собственно Разработку И Ну Закончил Системный Министеррий Обучения И Я Поддаю Заявку На Рекорд России Вот Поскольку Я понимаю Смотрю Мировые Достижения Да Системный Администратор Вот И Жюри Отсматривает Как он Смотрит Как он Преседует Так он Досчищает Свои То есть Он Сказал Про Туннелирование Между Презентом И Сервером Вот И В итоге Дают ему Звание Рекорд Рекорд Смен России Это не один раз Бизнеса Просто ему неудобно Он застеснялся Ничего Спасибо Олеся Когда брали интервью У него Терение Он на самом деле Это как-то Не очень Даже Ну конечно Он Скромный Ребенок Он Гениальный Ребенок Но он Просто Скромный Он Очень Классный Поэтому Когда Скажем Так Его Рассказываешь Про его достижения Про его успехи Он Каждый раз Фрыкает Мам Ну хватит Ну хватит А вот А плюс Ко всему Иногда Включается Так что Спасибо Олеся Спасибо 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 Вам Если хочешь Скажи пару слов Пока Потом Оля Закончит Оля Будет Завершать Ну да Если хочешь Поздоровайся Скажи пару слов Чтоб твой голос Услышать Ну да Чтоб твой голос Был тоже Среди всех наших И через два соседка Как его Старайтесь Ну всем привет Меня зовут Лео Уже Очевидно Это кажется Не знаю Я скручиться Сейчас не буду У меня мозг Не настроен На это Да Ну короче Расскажу Просто Откуда я родом Наверное Ну все такое Потому что сейчас Я не в школе И не в институте Короче Большую часть Жизни Я Жил в Екатеринбурге Но где-то Вот Не помню Я в общем Несколько лет назад Приехал в Москву Очень интересный Экспериенс был Потому что Это такое Время было Для самоанализа Собственно Самостоятельного В какой-то сторонней помощи Был анализ Своего поведения В Екатеринбурге Что я там Сделал не так Что я сделал правильно Что я сделал неправильно Но в общем В какой-то момент Это завело Мне куда-то Вроде бы Не очень Не в ту степь Куда-то Когда-то Слишком много Себя анализируешь Анализируешь И вообще Вот И я решил Что нужно О чем-то другом Думать Думать Наверное Куда Дальше Кое Мое Вообще Будущее Сначала Я хотел Психологом Психологом Собственно Ну в какой-то момент Переключилось У меня Это Потому что Я попытался Ну сейчас я объясню Я попытался Это мой косяк Потому что Я попытался Помочь человеку Очередно Это профессиональные Психологи Развалывались И ржут Потому что Они сами там были Дайте ему Досказать Я сам Косяк был Потом Язгой Давайте Ребята Давайте Средоточимся Это же Все-таки Презентация Ну это все Ладно С психологией Видимо не вышло Буду адвокатом Ну нормально Хватит хорошо Здорово Некоторое время Хотел Побыть адвокатом И поговорил Потом с реальным адвокатом Почти сразу Уже Перекотел Моя нервная система Этого не вывезет В итоге На самом деле Выбрал Итак Выбрал Захотел Очевидную профессию Для себя Писателями Я всю жизнь Любил писателей Любил творчество Вот все вот это Я любил Это как Способ Расслабиться Способ Еще что-то сделать Способ Контактировать С другими людьми Иногда Бывало такое Ну в общем Проблемка Еще одна Я Ну Это Нерегулярный Заработок Я очень Такой Я не могу Я пытаюсь Что-нибудь Сосновать Окей Я говорил В общем Решил Что Иду У нас Сценарист И в общем Сейчас Вроде как Движусь Туда Сдал все Что нужно Ну Не для поступления Просто Можно готовиться Поздравляем Он же сдал Экстерном Он закончил Экстерном Да Я Закончил Сразу Десятый Один Закончил Полностью Так что Сразу отвечаю На вопрос Зачем Я Могу Вам понадобиться Если у него то есть дети Которым скоро Или не очень скоро Сдавать ЕГЭ Я могу Им что-нибудь Может быть Посоветовать Еще что-нибудь Такое Люди Когда им рассказывают Больше про ЕГЭ Успокаивают Ну и по тому Как По искусству Написания книг Ты тоже скоро Уже сможешь Нам Помочь В чем-то Да Если кому-то Кстати нужен Сценарист Самоучка И не доучка А какие писатели Тебе нравятся Я больше Не по писателям Я выбираю себе Книги Книги И вот На них Фокусируюсь Это как С музыкой Я меломан Вот я Не к каким-то Конкретным Певцам Я Песня Можно пару примеров Книг Повести Черв Джона Макре Но это Такие Мои Самые Любимые Современные И не очень Современные Не очень популярные Можно из классика Нет Пожалуйста Спасибо большое Посылаю тебе Мы послаем тебе Свою поддержку Я рад что Повеселила Повеселила Спасибо Спасибо А кто знает Может быть у нас здесь Оскар за лучший сценарий сидит Мы же не знаем Что будет В будущем А то потом Вспомним эту беседку Как мы тут сидели Ржали Лео Передай Пожалуйста Лаверды Оле Передаю Принимаю Дождалась Оля Давайте Это очень Классная Завершающая Презентация Очень приятно Я надеялась У нас очень интересная компания Когда у меня спрашивают Кто я Я всегда очень теряюсь Потому что Я не знаю кто я Потому что У меня 33 увлечения Я этим И этим И этим Занимаюсь Если взять Вообще Все мои Образования Я когда-то решила Что я не пойду В институт Потому что Там долго учиться Но после этого Я закончила Начинается Господи Короче На художника Оформителя На дизайнера Интерьера На парикмахера С 2002 года Ну как бы Работаю И на медицинскую Сестру Да Короче Ставлю пьяки Хиджам Училась на массаж Но не стала практиковать Просто поняла Что Ну вот руками Не совсем моё Двигатель моего прогресса Это мои дети То есть Это у дочери В два года Я уже рассказывала Сахарный диабет И всё это время Всё что я могу То есть Все свои ресурсы То есть Знания Почему Как То есть Я всё направляю туда И вот я сегодня Я сюда приехала И я забыла Почему я Оксана К вам попала То есть В 18 году Когда я была В медиа Я поняла Что я не хочу сдавать Мне не интересно Меня прямо вообще Вот выворачивало Вот и мне осталось Только получить Диплом И я просто Кризисно Приехала К вам И тогда Настолько Мощная Была Поддержка То есть Я приехала Получила Красный Диплом И так Закинула И сказала Всё Ну и в дурое Ну и всё Короче Это правда Оно того не стоило Вот Я хотела практику Потому что Я оставила пияву Опять же Хиджам То есть Я думала Что у меня будет Больше практические знания С 2008 года Я стала Понимать людей То есть Я проводник Проводник То есть Я могу сказать Что я видящая Но я не вижу Как сказать Я вижу образы Скажем так То есть Я вхожу В состояние человека И мне не важно Где он находится То есть Я Я практикую По телефону У меня много городов Даже страны То есть Я Видели Постоянно На телефоне Вот И я Как сказать Там То есть Сферы разные То есть Взаимоотношения Людей Здоровье Не люблю Потому что Ну я Выстраиваюсь Я стараюсь На это не смотреть То есть Мне хочется Человеку сказать Всё хорошо У вас Всё будет хорошо То есть Мне не важно Живой человек Или мёртвый Потому что Туда я тоже летаю То есть Я проводник И вниз летаю И сущности вижу Единственное Чем я не занимаюсь То есть Очень много Что делаю Я не занимаюсь Я не изгоняю бесов То есть Я их вижу Слышу Слышу Но я туда не лезу Потому что Ну это не моё Ведите себя хорошо На семинаре Да Водит ваших детствах Вот Да Как я понимаю Родопой Но это Про бабушки Про дедушки Потому что Меня в основном Обучают во сне Ну то есть Показывают Рассказывают Ситуации Вхожу То есть Ну считываю информацию В 18-м году В 18-м году Оксана Вы На встрече Мне сильно помогли То есть И все ваши наработки Я почему пишу Мне память Вообще нету памяти То есть Я Я образами Все это вижу Воспринимаю Мир То есть Я потом перелистывала То есть Когда я консультирую То есть Мне это тоже Очень сильно помогало Людям То есть Я расширяю Постоянно учусь Расширяю Свои горизонты То есть Кто мне сейчас Еще тоже близок Это Андрей Треноков Зеркальный нейрон То есть Да Входить в это состояние То есть Ты мне тоже Очень сильно расширена Наш очень близкий Друг Андрюша Да Я его очень люблю Потому что Когда я зашла На его страницу Стала читать И говорю Да 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 Вот Все что я Глочками Кусочками Собирала Это вот Просто у него было Я Три года То есть Пять лет назад То есть В 18-м году Мед закончила И просто Пришла домой То есть Я парикмахер То есть Закончила мед И сказала Все Я больше никуда не пойду Потому что Был какой-то Внутренний наглом Вот И Через год у меня Ну то есть Дочка так болела То есть Она просто Учислила Вот И Я ее Полтора года Вытаскивала Ну Может Из того Света То есть Потихонечку То есть Мы ее Восстанавливали Вот И Возвращала Желание жить То есть И Я настолько У меня уже нет Я не знаю Как это сказать То есть Я все эти Пять лет Сижу дома И Для меня Состояние Что я Как собака Которая Я Я могу Месяцами Не ходить С дома То есть У меня Дети Приносят Продукты То есть Но Я работаю На телефоне То есть Финансы Есть Я не понимаю Почему я Разволновалась Потому что На самом деле Это не волнительно Я понимаю Что я постоянно Шатаюсь Но у меня Такое состояние Что я постоянно В трансе Нахожусь То есть Постоянно Я ловлю себя Опять шатаюсь Думаю Мне так Похоже Легче Мне такой Жукатор Нет Мне так Подокожный Шат Я еще В этом году То есть В марте Я вижу Что Дочка Уже Более Менее То есть Она Выходит Из дома То есть У нее Какая-то Личная Жизнь Наладилась То есть У сына Тоже Все Неплохо Я говорю Все Ребята Если Я Дома Останусь То есть Я Окончательно Разрушилась 80% Своего Времени Я Как раз На телефоне Я Как раз Смотрю Людей Плюс Еще Приходят Люди Как Путикмахер И я Не могу Вырваться Из этого Круга Потому что Я Подружка В этом году Мой Путь Героя Чем-то Напоминает Фильм Ешь Молись Любит То есть Я приехала У меня Подружка Буквально В июне Месяце Вытащила Геленджин Говорит Ну Просто То есть Я Люди Ты Куда Как Мы Без Тебя Я Говорю А я Здесь Уже Не могу Все Уже У меня Такой Прессинг Со всех Сторон Я Уже Всем Сказала Что Я Говорю Что Все Ребята Ищите Других То есть Я Не Хочу В этом В этом Году То есть Год назад Я Подумала Что Я Буду Входить Из Дома Если Я То есть Мне Предложила Подружка Организовать Мастерскую По Керамике Я Понял Когда Я Взяла Эту Глину Это Просто Диуретическое Наслаждение То есть Когда Вот Эта Глина Когда Это Керамика Когда Вот Эта Глазурь Цвета Яркость То есть Мы Лепим Но Опять же Я Не могу Выйти Из Дома Потому Что У Меня Внутри Как Будто Я Выйду И Вот Не То Что Я Боюсь Что Может Что Случится Какое Такое Напряжение И То есть И У меня Получается Что Я Притащила Домой Глину То есть Днем Я Смотрю Людей Стрягу Людей А Ночью Короче Я Леплю Там Крашу Это Не Выход То Есть Надо Как То Я Такая Сижу Когда Думаю Вообще Плохо Что Делать Оксана Ричард Вы У Меня Как Этот Паттер Который Я Когда Увидела Что Вы Организовываете Я Сказала Я Ничего Не Знаю Короче Я Взяла Тиньку В Кредит Я Уже Выплатила Критично Я Сказала Я Еду Записала Дочку Интересно А Мне Другое Интересно Дочка У меня Тоже Видящая То По Видимому Те Кризисы Заболевания То Человека Забирают Что Одно Отдают Что Другое И Она Круче Меня То Что Я Шла Нарабатывала Годами Она Сейчас Этим Владеет И Она Круче Меня Путь Героя Я Приехала Геленджик Месяц У Подружки Ешь Короче Я ходила По ресторанам Я Спала Я Купалась Мое тело Привозили И только Через Три Недели Почувствовала У меня Есть Тело Это Что Такое Оно Загорело Оно Болит Вот Правда У меня Есть Тело Для Меня Это Было Удивительно Потому Что Я Перестала Себя Чувствовать А Сюда Я Приехала У Меня Молись Молись Для Для Меня Это Было Состояние Я Еду Чтобы Переопылиться Я Настолько Вам Благодарна У меня Нет И Я Каждый Ваш С Любовью Собираю Собираю Мне Это Очень Важно Чтобы Вернуть Себя Скажем Так Потом Поеду Домой У нас Большой Заказ Керамики Будем Делать Плитку Я Буду Любить Так что Я Каждому Благодарна Спасибо 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 Уля Спасибо Благодарна Я Поняла Что Можно Обратиться По Всем Перечисленным Вопросам Но Только Не Про Стрижку Я Уже Наелась Я Хотела Спросить Что Можно Сделать С Бесик Дождался Наконец На Нет Вон К Колаборейшен Продемонстрируйте Класс Вообще Спасибо Вам Большое Хотела Сказать Маленькое Просто Для Меня Это То Чем Еще Занимаюсь Для Меня Это Открытие Может Быть Для Вас Это Станет Открытие Полтора Года Назад Я Раньше Смотрела На Определенном Уровне То Есть Состояние Ситуации Какие По чакрам Смотрела Где Скажено Где Еще Что Кстати Когда Я Смотрю Очень Часто Люди Говорят Что Потом Пошли К Астролог Астролог Сказал То же Самое Общее Поле Читывает Информация Полтора Года Назад Мы Дочерью Вместе Начали Чистить Людей Что Такое Чистить Людей То Есть У Нас Есть Род Мама Род Папа И Там Есть Какие-то Клятвы Не буду Говорить Порчи Про Какие-то Деструктивные Программы То Есть Послания Негативные У нас Есть Прошлые Жившие Где Мы Какие-то Клятвы Даем Даже Иногда Татуировки Делаем Еще То Все Имеет Значение А Еще Для Меня Было Удивительно Если Я Сама Туда Не Летала И Если Клиенты Вместе С Клиентами То Мы Когда Поднимались Выше Мы Стали Подниматься Выше Мы Выше На Уровень Драконов То Для Меня Это Было Удивительно И Мне Люди Говорят Мы Всегда Знали Мы Всегда Знали Что Мы Не С За Эти Годы За Эти Жизни За Эти Рода То Нацеплялась Восстанавливаем Целостность И Со Своими Соединяем Все То Я Честность Первый день Записалась С Первая Честность Я Ничего Честность Я Просто К тебе Спасибо Большое Оля Благодарю Мы Посылаем Нашу Поддержку Всем Твоим Проектам И Силу Энергию Сколько Ты Людям Да Благодарю Спасибо Большое Друзья Давайте Знаете Что Один Куплет Споем И Пойдем Знаете Эту Песню Изгиб Гитары Желтой Ты Обнимаешь Нежно Струна Осколком Эта Продитую Лись Качнется Ухол Неба Большое Звездно Снежный Как Здорово Что Все Мы Здесь Сегодня Собрались Качнется Купол Неба Большое Звездно Снежный Как Здорово Что Все Мы Здесь Сегодня Собрались Спасибо Большое Пусть Наши Связи Сюда Будут Живыми Дорогие Спасибо Спасибо Всем Спасибо Большое Еще Буду Спать Да Теперь Слай Почему У вас Такой Короткий Семинар И Супер Он Касался Ко Всем Можно Клитик Знать Кому Первым Зак